Что касается женщин, восхитительных и недоступных, то Бальзак любовался ими, ни на что не надеясь, и все же, как он их желал. Ах, да здравствует любовь в шелках и кашемире, окруженная чудесами роскоши, которая потому так чудесно украшает ее, что и сама она может быть роскошь. Мне нравится комкать в порыве страсти изысканные туалеты, мять цветы, заносить дерзновенную руку над красивым сооружением благоуханной прически. Меня пленяет женщина-аристократка, ее тонкая улыбка, изысканные манеры и чувство собственного достоинства. Воздвигая преграду между собой и людьми, она пробуждает все мое тщеславие, а это и есть наполовину любовь. Становясь предметом всеобщей зависти, мое блаженство приобретает для меня особую сладость. Если моя любовница в своем быту отличается от других женщин, если она не ходит пешком, если живет она иначе, чем они, если на ней манто, какого у них быть не может, если от нее исходит благоухание, свойственное ей одной, она мне нравится гораздо больше. И чем дальше она от земли, даже в том, что есть в любви земного, тем прекраснее становится она в моих глазах. Мог ли он им нравиться? Больше, чем сам предполагал. Он развлекал женщин, а это уже половина победы. У Анаре был красивый голос, лицо его светилось добротой. Если в кругу приятелей он разыгрывал роль толстого, сластолюбивого монаха или развеселого комивояжора, то в салонах он умел молчать, копить впечатление и очаровывать своих слушательниц. Некой ему юноше Жульену Леме Бальзак однажды сказал, «Не правда ли, вас удивляет, что у человека столь грубого обличья могут быть столь тонкие умозаключения, столь изысканные мысли?» Возможно, это и удивляло, но собеседницы Бальзака знали, что он действительно таков. Когда Анаре видел, как смягчается их взор, он предвкушал победу. Два года назад ему пришлось бежать и скрываться после самого плачевного краха. У него не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но теперь он уже сознавал свою силу. Он напишет великие произведения и подчинит себе этот равнодушный и опасный Париж. Лора де Берни, восторженная и глубоко преданная возлюбленная, поддерживала его. Несмотря на все неудачи, он продвигался вперед. Он знал свои слабости, некоторую вульгарность и недостаток вкуса, унаследованные от семьи, ребяческое стремление к роскоши. Но в руках у него были и сильные козыри, творческая энергия, пылкое вдохновение, фантазия, возвышенный ум. Долго еще будет он вспоминать об этой поре своей жизни, как о некой эпопее, чей неумолимый ход заставлял его ощущать страх и унижение лишь для того, чтобы он научился тотчас же преодолевать их. Долго еще самые прекрасные романы Бальзака будут питаться горестными и чудесными воспоминаниями его юности, его утраченными иллюзиями. ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЛАВА После этой поры, короткой как время сева, наступает пора свершений. В известном смысле существует две юности. Юность, когда верят, и юность, когда действуют. Обе они часто переплетаются у людей, щедро одаренных природой, которые, подобно Цезарю, Ньютону и Бонапарту, принадлежат к самым великим из великих. Бальзак Годы ученичества Самые добродетельные женщины никогда не бывают вполне целомудренны. Бальзак Вскоре успех Бальзака был всеми признан. В декабре 1829 года появилась физиология брака, написанная юным холостяком. Эта блестящая и поразительно откровенная книга свидетельствовала об удивительном знании женщины. Автор написал ее на основе собственного опыта. Многим он был обязан госпоже де Борни и герцогине де Бронтес, от которых слышал немало доверительных признаний и рассказов. Фортьюне, Гомелен и Софи Ге, своему отцу, который охотно обсуждал эту тему, с большим увлечением высказывая много забавных мыслей. И, наконец, Велле-Лафе, философу-скептику времен старого режима и сердцееду в отставке. Стиль повествования, одновременно лирический, насмешливый и циничный, напоминал то Рабле, то Стерна, как того и хотелось автору, и в какой-то степени предвосхищал романтические хроники в Мюссе или Готье. За внешней игривостью и фривольностью в духе XVIII века скрывались мысли серьезные и глубокие. Главное положение книги можно свести к формуле «брак отнюдь не вытекает из природы человек». Между любовными страстями и инстинктом продолжения рода очень мало связей. Большинство мужей играет на чувствах своих жен не более умело, чем орангутанг играет на скрипке. А потому им следует ожидать, что более опытный музыкант обойдет их и сделает рогоносцами. Каковы уловки женщин? Какие меры предосторожности может принять муж? Каковы первые симптомы немилости к нему? Как действует супружеский сыск? Как расставляет мышеловки, чтобы поймать неверную? Как искусный супруг добивается нужного поворота событий? Вот некоторые из проблем, которые рассматривает юный холостяк. Короче говоря, супружество — это поединок, междоусобная война, которая требует особого оружия, своей стратегии, и где победа, то есть свобода, остается за более ловким. В войне между супругами Бальзак принимает в сторону женщин. Впрочем, он признает, что пользовался советами двух дам, из которых одна принадлежала к числу самых человечных и самых остроумных особ при дворе Наполеона, и обе они говорили с ним вполне откровенно. Он описывал коварных, лживых женщин, но находил им оправдание. Женщина не может нести ответственность за свои грехи, их следует приписать бесправному положению, на которое ее обрекает общество, и слепоте мужей. Бальзак в какой-то степени заимствовал идеи о равенстве полов у последователей Сен-Симона. Сначала он познакомился с ними через посредство дядюшки Даблена, который переписывался с самим Сен-Симоном, а затем, будучи владельцем типографии на улице Море-Сен-Жермен, Онере печатал журнал сенсимонистов «Жимназ». Журнал этот утверждал, «Женщины отдают свое сердце, они не продают его. Но при существующем порядке вещей брак становится войной, а на войне воюет как могут, пользуется любым оружием и считает мужа врагом, если только, если только вместо того, чтобы злоупотреблять правами, которые ему дает закон, он не добивается любви своей жены и не повинуется тайным законам природы, повелевающим соединять чувства с обладанием. Отсюда следует, что мужчина, если он хочет быть счастливым, должен подчиняться определенным правилам чести и деликатности. Дамы буквально вырывали эту книгу одна у другой, излагая их невысказанные жалобы. Она во всеуслышание говорила о том, о чем многие из них думали, но в чем мало кто решался признаться. Однако некоторые женщины были шокированы. Зюльма Карро прислала из Сен-Сира негодующее письмо. Бальзак ответил ей, «Чувство отвращения, которое вы испытали, сударыня, проча первой страницы подаренной мною книги, делает вам честь и свидетельствует о такой деликатности, что ни один умный человек, если он даже автор произведения, не может этим оскорбиться. Ваше чувство доказывает, что вы чужды лживому и коварному свету, что вам незнакомо общество, позорищее все и вся, и что вы достойны того возвышенного одиночества, в котором человек всегда обретает величие, благородство и чистоту». Пожалуй, для автора весьма печально, что вам не удалось преодолеть первое чувство, которое неизменно охватывает всякое невинное существо, когда оно слышит о преступлении, когда ему описывает какое-нибудь несчастье, когда оно читает творение «Евенала, Рабле, Персия, Буало», но я полагаю, что в дальнейшем вы примирились бы с писателем, проща несколько убедительных наставлений, пламенных доводов в защиту добродетели и женщины. Но могу ли я поставить вам в упрек это отвращение, которое только делает вам честь? Достойно восхищение, что наш ясновидец все понимает, и благородное прямодушие госпожи Коро и шитые белыми нитками расчеты герцогини Добрантес. Физиология брака заключала в себе сотни сюжетов для романов и новелл. Ее можно уподобить громадным кладовым, где хранились различные сцены, эпизоды и планы. Уже во времена кодексов Бальзак завел записную книжку, куда вносил всевозможные наброски и заметки в духе Лафатера и одновременно Гаварни. Примечание. Гаварни Сюльпиз Гион Шевалье 1804-1866 годы французский художник-график известен своими жанровыми рисунками из жизни артистической богемы и буржуазного Парижа, иллюстрировал первое издание человеческой комедии. Бальзак написал о нем очерк 1830-й год. Мода на исторический роман уступала место моде на роман буржуазный, отчего бы ему не писать короткие повести и рассказы, своеобразные этюды современных нравов. Стоит ли предаваться длительным ученым разысканиям, когда он может вывести на сцену саму историю своей эпохи? Тут он нашел бы хорошо знакомые ему обстановку и социальные слои, например, улицу Сен-Дени и живущих на ней богатых торговцев. Это будет повесть «Дом кошки, играющий в мяч», где описана лавка семейства Саламбье. В загородном бале изображена служившая танцевальным залом ротонда, где Онаре часто бывал вместе с сестрами. Действие вендетты начинается при дворе Наполеона. Эту историю он услышал от герцогини Добрантес. Потом оно переносится в мастерскую художника, где юные девицы из квартала Море, такие как Лора и Лоранца, или из Сен-Жерменского предместия, брали уроки живописи. Действие побочной семьи происходит сначала в Байе, Бальзак использовал тут свои наблюдения, которые он сделал гостя у Сюрвили, и прибавил к ним множество иных воспоминаний и собственных догадок. Эти сцены тястной жизни, которые проникали до самых основ событий и тайны семейной жизни, резко отличались от причудливых романов молодого онере правдивостью картин, характеров и тонкостью чувств. Бальзак обнаружил, что он живет весьма романтичное время. Это объяснялось и смешением различных общественных укладов и сословий, старый режим, империя, реставрация, и неожиданными эффективными поворотами, разом менявшими положение в стране, возвращение Наполеона с острова Эльбы, вторая реставрация. Ему пришла в голову гениальная идея придать современному роману некоторые черты романа исторического, более широкие взгляды, политические и социальные, подробные и красочные описания. В эту удивительную эпоху дворянство, которое ничему не научилось, буржуазия, которая переваривала захваченные ею национальное имущество, финансисты и промышленники овспаривали друг у друга Францию, а недовольный народ готовил будущие мятежи. Примечание, во время революции в 1789 году национальным имуществом были объявлены конфискованные у церкви земли, а также земли дворян-эмигрантов, их продавали небольшими участками. Бальзак помнил о необходимой дистанции во времени и относил действия своих произведений к недавнему прошлому. Из описания лавки господина Гильома становился понятным патерналистский и рутинный характер торговли во времена Наполеона. Бальзак очень искусно, хотя и не всегда осознанно, привносил в большинство своих историй моральные оценки, характерные для общедоступных нравоучительных романов. Августина Гильом, дочь торговца с укнами, выходит замуж за человека из другого сословия, за элегантного художника Теодора де Сомервье. Он страстно увлекся красивой девушкой, но уже вскоре после свадьбы обманывает ее с герцогиней. Несчастный умирает от отчаяния, а ее сестра Виргиния, которая удовольствовалась браком с приказчиком Жозефом Леба, безмятежно царит в доме кошки, играющей в мяч. Габсек, этот удивительный расставщик с лунным ликом, тонкими губами и пепельно-серыми волосами, иллюстрирует несчастьями своих клиентов опасности безнравственного поведения. Повесть «Побочная семья», показывая их, каким бедом приводит ханжество, одновременно свидетельствует о крахе любви вне брака. Таким образом, темой почти всех этих сцен служит счастливое или несчастное замужество. И почти все они отстаивают традиции буржуазной жизни и супружескую верность, как ни противоречит она инстинктам, чувствам. Рано или поздно мы несем наказание за то, что не подчинились законам общества. Подобный конформизм проницательного юного холостяка удивляет. Ведь сам он, можно сказать, дважды приступает эти законы, ибо обманывает господина де Берни с госпожою де Берни, а ее, в свою очередь, с герцогиней де Бронтес. Но Бальзак в собственной семье наблюдал печальные последствия Адюльтера. Его мать воспитывала под мужним кровом злополучного Анри, отец омрачил последние годы своей жизни любовными шалостями с деревенскими девицами. На примере своих близких он мог также убедиться в том, каким ужасным последствиям для брачного союза приводит тщеславие и алчность. Его сестра Лора некоторое время играла роль неприступной Эмилии де Фонтен за городный бал. Потом, спохватившись, весьма рассудительно вступила в брак. Но другая сестра Лоранца была принесена в жертву пышному дворянскому имени. В семействах Бальзаков, Саламбье, Сидио, Малюсов наследство придавали не меньше значения, чем в конторе стряпчего Гионе Мервилля. Бальзак не питает никаких иллюзий насчет этого буржуазного мирка и той роли, какую играет там король деньги. В сценах частной жизни он нарисовал правдивую картину нравов, которые добропорядочные семьи стараются скрыть от постороннего взгляда. Изученный им мир еще довольно узок, но ведь для романиста важно не все знать, а хорошо знать, важно разгадать то общество, где ему довелось жить и возвыситься над ним. Особняком стоит произведение «Тридцатилетняя женщина». Что это? Роман? Нет, просто ряд сцен, которые автор сперва писал, не имея намерения связать их воедино, что и ощущается в композиции. Сначала в 1831 году он опубликовал в газете «Карикатура» блестящий рассказ «Последний парад Наполеона». Юная девушка уговаривает отца пойти с ней на парад в тювелери. Она влюблена в красавца-полковника. Писатель, как лучом прожектора, освещает мир империи. Проходит какой-нибудь месяц, и в рассказе «Две встречи» мы знакомимся с женой генерала. Не полковник ли это из первого рассказа? Она не любит мужа, имеет любовника, а ее дочь, заметив это, следует за каким-то малоправдоподобным парижским пиратом, превращающимся впоследствии в настоящего байроновского корсара. Этот надуманный и ненатуральный эпизод, к сожалению, напоминает первые черные романы Бальзака. Затем, в сентябре-октябре 1831 года писатель публикует «Свидание» «Новеллу» в пяти картинах. На сей раз сомнений нет. Героиня Жюли де Глэмон, перед читателем проходит пять различных эпизодов ее жизни, та самая влюбленная девушка, что смотрела на парад в тювелери. В своем муже она разочаровалась и теперь любит англичанина лорда Артура Гренвилля. Позднее все эти новеллы были несколько переделаны и объединены под общим названием «Та же история». Только в 1842 году 30-летняя женщина примет свою окончательную форму. Эта книга принадлежит к числу наименее завершенных произведений Бальзак. Ее отдельные составные части плохо пригнаны одна к другой, но есть в ней и прекрасные страницы. Признание госпожи де Глэмон, женщины уже не первой молодости, избавившейся от иллюзий, видимо, походит на те, какие выслушивал он Рэда Бальзак, сидя при свете луны на скамье в Вильпаризи. Эти страницы освещены лучом поэмы Берни. В жизни писателя многое изменилось. После 1829 года у него уже нет причин сетовать на общество, как прежде. Литературный успех приоткрыл перед ним двери кружка романтиков. Правда, Бальзак остался там в стороне. Он безжалостно насмехается в анонимной статье над Эрнони, произведением священным в глазах молодой Франции. Он чувствует, что гораздо теснее связан с литературной традицией классицизма Корнелем, Ольером, Ла Фонтеном. На его сближает с романтизмом любовь к Вальтеру Скотту, Байрону, Рабле, тяготение ко всему исключительному. И романтики довольно приветливо встречают этого еретика. Примечание Молодая Франция группа молодых художников и писателей и романтиков, сложившаяся в середине 30-х годов 19-го века. В эту группу входили Теофиль Готье 1811-1872 годы, Жерар де Нерваль 1808-1855 годы и другие. Незнакомые женщины пишут Бальзаку, они узнают себя в его героиних. Сцены частной жизни, целомудренные, без ханжества, успокоили тех читательниц, которых напугало физиология брак. В читальных залах нетерпеливо ждут его новых книг. Издатели охотятся за ним. Школьные товарищи Андриэн Брэн Жозеф Фонтмуан вспоминают о своем приятеле, внезапно получившем известность, а ведь некогда в Вандомском колледже они его не особенно жаловали. Однако Бальзак испытал слишком много невзгод, они не так быстро забываются. Он хорошо знает, что прячется под маской любезности. За спокойными и улыбающимися лицами, за безмятежной осанкой таился отвратительный расчет. Проявления дружбы были ложью, и многие присутствующие опасались не своих врагов, а друзей. В высшем свете все подчинено тщеславию, буржуа молятся иным богам, они истово поклоняются золоту. Есть у тебя доходы или нет? Вот в чем вопрос. Чем больше Бальзак наблюдает, тем больше он убеждается, что деньги ныне единственное божество, движущее сила современного ему общества. Светские люди жаждут денег, чтобы по-прежнему жить в роскоши, как этого требует их положение в обществе. Буржуа копят деньги, не столько уступая жажде наслаждения, сколько стремясь ощутить уверенность в завтрашнем дне. Ростовщик Гавсек любит богатство, так сказать, в чистом виде, абстрактно. В золоте сосредоточены все силы человечества, говорит Гавсек. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги? Золото — вот духовная сущность всего нынешнего общества. Гавсек знает весь Париж. Он внимательно следит за отпрысками богатых и знатных семейств, за художниками, за светскими женщинами. Вне сферы своей деятельности он честен и даже по-своему великодушен. Но коль скоро борьба между богатым и бедным неизбежна, лучше уж быть угнетателем, чем угнетаемым. Этот высохший старикашка, говорит о нем стрякчет Дервиль, в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Фантастическая фигура. Вот почему этот бальзаковский персонаж, одновременно правдивый и гиперболизированный, воскрешает в памяти образы, знакомые нам по черным романам Бальзака. В сценах частной жизни, как и в надуманных сочинениях Ораса де Сентобена, речь также идет о преступлениях, обизвергах и заступниках, но тут преступление совершается под прикрытием закона. Изверги с виду заурядные люди, в роли заступника выступают судейские. Молодой автор уже много видел и много страдал. Он негодует, исполнен горечи и вместе с тем достаточно умен, чтобы подняться над негодованием, горечью и мужественно сказать, такова жизнь. Этой философией пропитаны все его описания. Он описывает не из любви к описаниям, нет, он хочет показать, что сущность человека проявляется в чертах его лица, одежде, в обстановке его жилища, привычных жестах. Наделенный философским и, главное, научным складом ума, Бальзак, отправляясь от внешних проявлений, стремится постичь скрытые причины. Его излюбленная формула «вот почему» предшествует объяснению, порой поражающему, всегда глубокому. Впрочем, он выказывает удивительные знания современных нравов не только в своих романах. В ту пору он пишет бесчисленные множества газетных статей, чтобы платить долги и влезать в новые, ему также нужны деньги, а статьи приносят их быстрее, чем книги. В те годы Эмиль де Жерарден, молодой человек, обладавший богатым воображением и дерзостью, буквально перевернул вверх дном столичную прессу. Примечание Жерарден 1806-1881 годы французский журналист и политический деятель, один из первых, стал издавать дешевые многотиражные газеты, в которых большое место отводилось рекламе. Для привлечения подписчиков ввел печатание романов фильетонами. Романы Дюма, Эжена Сю, Бальзака, Гюго превратил прессу в выгодное коммерческое предприятие. Бальзак познакомился с Жерарденом в 1829 году. Незаконный сын, воспитывавшийся в глубокой тайне, свободный от привязанностей и предрассудков, Жерарден принадлежал к поколению, которое, по словам Сент-Дева, полностью исцелилось от настроений Рене. Он не жаловался, а нападал сам. В 1828 году он начал издавать журнал Волер. Затем в 1829 году еженедельник Силуэт, в котором сотрудничали выдающиеся рисовальщики Говорни, Шарле, Гранвиль, Анри Монье. Бальзак был в восторге от этих художников насмешливых и беспощадных. Как и он, они создавали типы. Как и он, Говорни придал выразительность одежде, вложил мысль в платье. Господин Придом созданный Анри Монье предвосхитил образ бальзаковского буржуа. Примечание. Французский художник, карикатурист, писатель и актер Анри Монье 1805-1877 год создал целую серию ярких сатирических сценок из быта мелкой буржуазии. Главный персонаж его книг Жозеф Придом самодовольный глупый буржуа, любитель трескучих фраз. Виктор Ротье, живший по соседству с Бальзаком на улице Нотр-Дам-де-Шан неподалеку от улицы Кассини, в январе 1830 года привлек своего приятеля к сотрудничеству в Силуэте, главным редактором которого был он сам, а позднее в журнале МОД, также издававшимся группой Жерардена. Вот как описали Ганкуры первую встречу Гаварни с Бальзаком. Он увидел невысокого кругленького человека с красивыми темными глазами, чуть вздернутым носом с ложбинкой на конце, много и очень громко разговаривавшего. Он принял его за приказчика книжной лавки. Но когда этот невысокий человек говорил или писал, его гений прорывался наружу. Его остроумие оживляло самые заурядные сюжеты. Трудно с точностью составить полный список статей, принадлежащих Бальзаку, ибо журналисты, входившие в группу Жерардена, часто подписывали свои опусы вымышленными инициалами, то и дело менялись псевдонимами. Этюд о нравах, угаданных по перчаткам, принадлежит бесспорно Бальзаку. Перчатки были его слабостью. В этом коротком трактате изящная и остроумная графиня определяет по перчаткам характеры и любовные похождения нескольких мужчин. Шарлатан, бокалейщик, примеры других весьма живонаписанных этюдов о нравах. В статье «Модные слова» автор остроумно потешается над новым в ту пору словечком «злободневный». Ныне требуется, чтобы книги, как и все прочее, отличались злободневностью. Теперь, в 1830 году, уже нельзя сказать об актрисе «вчера она была просто великолепна». Полагается говорить, она была сногсшибательна. Сногсшибательна — это верх восхищения современном языке. В случае другой крайности, следует говорить, это чертовски плохо. Если вы пишете на философские темы, облекайте свою мысль приблизительно в такие фразы «возможность воспроизведения размышления не распространяется на некоторые явления, ибо если размышления есть совокупность, то совокупность весьма туманная». Мода на подобные выражения сохранилась и поныне. Несмотря на успешное сотрудничество в газетах, на успех в салонах госпожи Ганлен, госпожи Ансело, барона Жерар, Бальзак чувствует себя неуютно среди множества людей, уже достигших славы. Что он такое рядом с Кювье, Виктором Дюго, Виньи, Шарлем Надье, Эженом Делекруа? Его остроумие поражает, а манера одеваться и раздражает. Господин Дебальзак здесь пишет Фонтане в своем дневнике. «Наконец-то я вижу своими глазами эту новую звезду, чья слава только восходит. Толстый малый в белом жилете с живым взглядом, манерами аптекаря, осанкой мясника и жестами золотильщика. А в общем он весьма обаятелен». Делекруа отмечает что-то безвкусное в его манере одеваться. И уже без передних зубов. Граф де Фаллу находит Бальзака слишком тяжеловесным и неуклюжим. Многих очаровывает его живое воображение и красноречие, но разочаровывает тщеславие и полное отсутствие здравого смысла. Бальзак получил доступ в хорошее общество, он принят в нескольких домах, но своим его там не считает. К счастью, это позволяет писателю незаметно наблюдать общество и обнаруживать то невидимое, что скрывается за видимостью. Его появление всякий раз поражает присутствующих, плохо причёсанный, торчащий во все стороны напомаженные волосы, полное и словно влажное лицо. Когда он входил в гостиную, рано погрузневший, слегка отдуваясь, в первую минуту его читательницы спрашивали себя «Как? И это наш бальзак?» Но едва он устремлял на них свои глаза с золотистыми искорками, дамы воспламеняли. Гроза, ураган, электрический вихрь наполняли комнату. Невысокий человек с могучими плечами начинал рассказывать, и красавицы-аристократки слушали точно завороженные. Кто посмеет обвинить в вульгарности писателя, чей ум ослепляет как молния, чьё превосходство неоспоримо. Увы, многие завистники или люди, неспособные оценить его силу, держались на расстоянии, а он был слишком чувствителен, чтобы не угадывать, что некоторые думают о нем самом и его манерах. Какая мука, какая жажда взять реванш! Я постиг множество вещей, и постигать их было столь горестно, что отвращение к этому миру овладело моей душою. Эти люди заставили меня понять Руссо. Он утешал себя мыслью, что художник должен быть несчастлив. Талантливый человек десять раз на день может показаться простаком. Люди, блистающие в салонах, изрекают, что он годен лишь быть сидельцем в лавке. Его ум дальнозорок, он не замечает окружающих его мелочей, столь важных в глазах света. Еще сильнее раздражало Бальзака тупое самодовольство разбогатевших буржуа. Могущество денег ведет к возникновению самой унылой аристократии, аристократии денежного мешка. Был ли Бальзак революционером? Отпрыск буржуазной семьи из квартала Море, любовник светских женщин, он не желал коренных перемен. Он осуждает крайние взгляды и правой, и левой партии. В сценах частной жизни он сожалеет о нелепом преследовании республиканцев и бонапартистов. Любые проявления ханжества его коробят. В образе Аббата Фонтанона, исповедника Анжелики де Гранвиль, побочная семья, он выводит лицемерного и честолюбивого пастыря. Такую фигуру мог бы создать антиклирикал Стендаль. Двумя годами позднее в турском священнике Бальзак разоблачит тайную власть конгрегации. Сообщество церковника Вимириан созданного, чтобы оказывать давление на властей. Благодаря этому полковой священник следит за производством офицеров, а главный викарий за назначением префектов. Свои мысли Бальзак вложил в уста графа де Фонтена за городный бал. Ван Дейтс, отказавшийся служить Наполеону, он вначале осуждал соглашательскую политику Людовика XVIII, но потом понял этого государя-философа и принял его умеренный либерализм. Для того, чтобы спасти королевство от новых смут, надо было добиться компромисса между буржуа, скупившими во время революции национальное имущество и эмигрантами, закосневшими в своих убеждениях. Главная задача настолько укрепить власть, чтобы она могла навязать такой компромисс. Политика есть умение добиваться равновесия сил. Примечание Конгрегация во Франции в период империи и реставрации тайная роялистская организация, действовавшая в тесном союзе с духовенством и служившая оплотом политической и церковной реакции. Часто несправедливо утверждали, будто Бальзак шел к легитимизму под влиянием суетных расчетов, для того, чтобы быть принятым в том или ином салоне или желая понравиться какой-нибудь знатной даме. Но, по правде говоря, он так никогда и не стал законченным легитимистом. В отличие от Шотобриана, он никогда не будет испытывать привязанности к своему королю, но он также не станет и убежденным сторонником оппозиции, как, например, Каро или Сервиль. Бальзак понимает и восхищается нравственной чистотой некоторых республиканских вожжей. Он находит также величие души в верности вандейцев королю. Он искренне любит старинного своего друга Даблена, либерала, глубоко преданного с завоеванием 1789 года, но сам Бальзак хочет, чтобы решения отвечали требованиям того или иного исторического периода. Революция полностью меняет условия задачи. Теперь уже нельзя действовать так, словно ее никогда и не было. Те акты и те идеи, которые революция последовательно притворяла в жизнь, неискоренимы, и ее надо принимать как совершившийся факт. Бальзак с явной симпатией относится к благородному поборнику рухнувшего мира, но утверждает поступательный ход истории, знает, что ее не повернуть вспять. 8 мая 1830 года он публикует в журнале МОД любопытный рассказ «Два сна». Примечание «Два сна» первый эпизод книги Бальзака о Екатерине Медичи. В 1786 году в гостиной собрались Колонн, Бомарше, рассказчик и два никому неизвестных человека, хирург и провинциальный адвокат. Читатель тотчас же догадывается, что это Марат и Робеспьер. Каждый из них вспоминает свой сон. Робеспьеру привиделась Екатерина Медичи. Королева объясняет ему причины варфоломеевской ночи. По ее словам, она руководствовалась не жестокостью, не фанатизмом, не чистолюбием, а только государственными соображениями. Для того, чтобы укрепить нашу власть в ту пору, нужно было иметь в государстве одного Бога, одну веру, одного властелина. Как ни ужасна была резня, она представлялась ей единственным средством, чтобы избежать еще более кровопролитной бойни. «Да, ты слушаешь меня», обращается она к Робеспьеру, и читатель мысленно доканчивает фразу «Я обнаружил», признается в заключении Робеспьер, «что какая-то часть моего существа принимала жестокую доктрину этой итальянки». Всем известно, что наступил день, и адвокат из Араса, как в свое время Екатерина, пришел к необходимости убивать людей ради сохранения единства в государстве. Примечание, адвокат из Араса, то есть Робеспьер. А что думал сын Бернара Франсуа Бальзака о подобном методе, который, как показала история, оказался на деле не таким уж успешным? Он почти готов одобрить Екатерину Медичи, и Макеавелли, и Робеспьера, и Меттерниха. Приблизительно в это же время Бальзак писал, «Он сделался глубоким политиком, ибо презирал человечество. Разве не определяет это чувство тайну и доктрину всех знаменитых людей, которыми мы восхищаемся?» В повседневной жизни герцогиня Добрантес преподала ему урок макеавелизма в миниатюре. Она заставила Бальзака изрядно поработать над ее мемуарами, а когда они принесли ей успех, беззастенчиво отрицала какую-либо его причастность к этому. «Я вынуждена была так действовать», объясняла она ему, «Как можете вы желать, чтобы я позволила отнять у себя те небольшие достоинства, какими, возможно, отличается мое произведение?» «Заклинаю вас, будьте серьезным человеком и никому не повторяйте своих слов. Вы ведь заботитесь о своей репутации. Подумайте же, что ваше поведение недостойно и граничит с пошлостью». Правда, другая его приятельница, Зюльма-Каро, выказывала себя ожесточенным противником Макеавелли. Бальзак больше не навещал ее в Сен-Сиры так часто, как ему хотелось. Работа, правка корректур поглощали все его время. «Дни бегут, они тают у меня в руках, как лед на солнце. Я не живу, я чудовищно растрачиваю силы, но какая разница, умереть от работы или от еще чего-нибудь?» Госпожа Коро была республиканка и упрекала Бальзака в соглашательстве. «Не укоряйте меня в отсутствие патриотизма», отвечал он, «все дело в том, что ум позволяет мне по достоинству оценивать людей и события. Это все равно, как возмущаться подсчетами, которые указывают вам на близость разорения. В година революции гений правителя состоит в том, чтобы добиться единения. Именно это и превратило Наполеона и Людовика XVIII в талантливых государственных деятелей». Одно дело политическая доктрина, другое дело притворение ее в жизнь. Бальзак это осознавал, Зюльма отрицала. Среди всех этих упреков, обвинений, противоречивых требований, обрушивавшихся на Бальзака, госпожа де Берни оставалась для него мирной гаванью. Она, пожалуй, уже не возбуждала его желаний, но кто другой выказывал такую готовность прийти ему на помощь. Она помогла ему сформироваться, теперь он ушел далеко, и она просила только, по словам Франсуа Мариака, скромного места у ног ставшего взрослым ребенка и позволения следить за ним материнским оком. Она обладала величайшим достоинством, какое может иметь женщина в глазах писателя. Возле нее ему хорошо работалось. В мае-июне 1830 года Бальзак решил уехать вместе с Лорой де Берни в Турень. В Сен-Сир-Сюр-Луар, селение, где он в раннем детстве жил у кормилицы, они поселились в старинной очаровательной усадьбе Гренадьере. Площадка, на которой стоял дом, возвышалась над чудесной долиной, Туром, островами на реке, колокольнями, замками. Сюда вела пологая дорога, змеившаяся среди виноградников. То было дивное убежище для работы и любви. Перед тем, как обосноваться здесь, наши путешественники спустились на небольшом судне вниз с полуари. Бальзак смеялся, шутил, казалось, готов был сочинять каждый день по двадцать романов и статей, но приходил в ужас при одном взгляде на перо, бумагу и чернильный прибор. Они посетили Сомюр, Ле-Круазик, Геранду, и безукоризненная память писателя запечатлела эти живописные городки, солончаки, океан. Бальзак Виктору Ротье из Ревю-де-Пари Гренадера 21 июля 1830 года О, если бы вы только знали, что такое Турень! Тут забываешь обо всем. Я даже прощаю местным жителям их глупость, ведь они так счастливы. А как вам известно, люди, которые вкушают слишком много радости, и неизбежно тупеют. Турень прекрасно объясняет, откуда берутся Ладзарони. Примечание Ладзарони Люнтен пролетариат в Неаполе. Я дошел до того, что смотрю теперь на славу, палату депутатов, политику, будущее, литературу, как на ядовитые приманки, которые разбрасывают для бродячих псов. И говорю, добродетель, счастье, жизнь, все это обретет тот, кто поселится на берегу Луары. Располагая шестьюстами франков годового дохода. Я бы уподобил Турень печеночному паштету, в который так и тянет погрузиться до самых ушей. Местное вино восхитительно. Оно не опьяняет, просто на вас находит какая-то блажь и неземное блаженство. Вот почему я снял тут домик до ноября. Закрываю окна. Я спокойно работаю и не хочу возвращаться в сластолюбивый Париж, прежде чем накоплю литературные запасы. Представьте себе еще, что я совершил самое поэтическое путешествие, какое можно совершить во Франции. Я проехал отсюда в сердце Британии. Я плыл по воде до моря. Это стоит недорого, всего три или четыре су каждой лье, и при этом проплываешь мимо живописнейших берегов на свете. Я чувствовал, как мысли мои растут и ширятся по мере того, как ширится река, а впадая в море, она поистине грандиозна. Черт побери, я начинаю думать, дружище, что в наше время занятие литературой походит на ремесло уличной девки, которая отдается за стасу. В сущности она ничего не дает, и меня теперь так и подмывает бродить, искать, превращать все в драму, рисковать жизнью, ибо что такое еще несколько жалких лет? О, когда чудесной ночью видишь над головой это прекрасное беспредельное небо, тебя охватывает желание расстегнуть панталоны и помочиться на все царства земные, с тех пор, как я вижу здесь подлинное великолепие, скажем, чудесный вкусный плод, златокрылые, насекомые, я проникаюсь философским взглядом на мир. Наступив на муравейник, я говорю, как бессмертный Бонапарт, муравьи ли, люди ли, что все это значит по сравнению с Сатурном или Венерой или полярной звездой? Стоит ли удивляться, что эта космическая философия порождает легкомысленные творения? Зачем давать себе труд быть серьезным, если пишешь для муравейника? Он работал в это время над трактатом об изящной жизни, ироническим произведением в духе физиологии брак. То была похвала праздности, брюнелю, фатовству, постоянной заботе о своем платье. «Достойно ли меня такое занятие?» спросил он у госпожи Деберни. Она не была в этом уверена, но Бальзак уже не прислушивается к критике. «Та-та-та», говорил он в ответ. Уезжая в Париж, Лора захватила с собой начало рукописи. Бальзак был один в Гренадьере, когда разразилась июльская революция 1830 года. Еще раньше, в мае, он узнал о смерти своего товарища Аугусто Сотле. А ведь бедный, малый, казалось, преуспевал. Адвокат, издатель, он незадолго перед тем основал вместе с Джерарденом и Бальзаком еженедельник фельдетон политических газет, где давался обзор книг. По словам Стендаля, Сотле покончил с собой из-за женщины. Арман Карель посвятил его кончине возвышенную и мрачную статью, сдержанно, без пошлых фраз он писал об ушедшем друге, молодом, рано полысевшем, с милым, всегда улыбавшимся лицом. Бальзаку было жаль этого слабого, но чудесного юношу. Однако вскоре события июльской революции заслонили воспоминания о Сотле. Примечание Брюмель Джордж, английский Дэнди, король моды первой половины девятнадцатого века. Уступки погубили Людовика Шестнадцатого, заявил как-то Карл Десятый. У меня один выбор — сесть в седло или в тележку, в которой везут на гильотину. Он не сделал ни того, ни другого. В результате трех славных дней, 28, 29 и 30 июля 1830 года, Карл Десятый был изгнан. Народ хотел республики, но Лафаэт вложил техцветное знамя в руки Луи Филиппа, герцога Орлеанского, и добился, что того провозгласили королем Франции. Страна была разделена на враждующие лагеря и продолжала бурлить. Бальзак в своем мирном уединении в Гренадьере очень мало интересовался происходящими событиями. Он заканчивал трактат об изящной жизни, сочинял физиологию гурманства, делал первые наброски к озорным рассказам, написанным в манере Рабле чудесным языком шестнадцатого века, щедрым, ярким и сочным. Госпожа де Берни писала ему из Парижа, но в этих посланиях она говорила не о трех славных днях, а о своей всевозраставшей любви, о любовном безумии, божественном восторге. Примечание. Три славных дня, 28, 29 и 30 июля 1830 года, дни июльской революции. О нежная сладостная надежда! Снизойди на мою душу, и я стану тебя лелеять. Пошли мне моего милого, моего обожаемого властелина, возвести мне его появление. Если хочешь, я воскурю химиам на твоих алтарях и не стану одолевать тебя множеством нескромных просьб. Позволю себе лишь одну мольбу и умолкну. Мне нужен Он, и только Он. А ты там можешь рассыпать другие свои благодеяния, хоть полными пригоршнями. Я ни о чем больше не попрошу ни тебя, ни великую вершительницу наших упаланий, судьбу. Мои милые, само солнце как будто сговорилось с моей душою. Нынче оно дарует свежесть всей природе, подобно тому, как наша любовь дарует свежесть моему существу. Неведомая сила, приподнимает меня над землей, как будто горние пределы ожидает меня. Быть может, я слышу приближение своего ангела. После подобной рапсодии ему оставалось только по привычке сказать «та-та-та», однако столь сильная страсть трогала Бальзака, и хотя у него теперь были и другие возлюбленные, Лора с полным правом могла говорить о его драгоценном и неизменном постоянстве. Он твердо решил возвратиться в Париж с охапкой рукописей под мышкой. Писателя не слишком занимало, что былые его учителя, вельмен, гизо, кузен, пришли к власти. При всякой перемене режима люди начинают охотиться за должностями. Приятели Бальзака получили различные посты. Жерардена назначили инспектором музеев и художественных выставок, Стендаль стал консулом в Триесте, Дюма — хранителем библиотеки, Филарет Шаль — атташе французского посольства в Лондоне. Бальзак для себя ничего не просил и даже осуждал их. Его политическое честолюбие шло дальше. Одна мысль сделаться правительственным чиновникам приводила его в ужас. Бальзак раскроет свою тайну лишь в тот день, когда станет министром, писал позднее Арсен Уссе. Его спросили, когда это произойдет. Он ответил в тот день, когда Франция вспомнит о Ришелье. В сентябре он вернулся в столицу. Жерарден заказал ему для журнала «Волер» серию писем о Париже, в которых автор должен был рассказать читателям из провинции о Биюльской революции и ее последствиях. Кроме того, супруги Каро просили Бальзака о поддержке, ибо над Сен-Сиром нависла угроза перемен. Ему понадобились подробные сведения о том, что именно у них происходит. Завтра я обедаю с личным секретарем военного министра. Это мой добрый приятель и славный малый. Он мне ни в чем не откажет. Не ограничиваясь этим, он Рэ решил посоветоваться со своей присяжной гадалкой, пользовавшейся у него полным доверием. Однако оба Авгура и секретарь министра и гадалка выказали одинаковую неосведомленность. «Держитесь за политехническое училище», — рекомендовал Бальзак Чите Каро, «ибо Сен-Сир почти наверняка будет упразднен». Училище в Сен-Сире упразднено не было, но майора Каро в июле 1831 года назначили инспектором пороховых заводов в Ангулеме. Он с полным основанием воспринял это как немилость. Поначалу письма о Париже казались объективными и беспристрастными. Слишком беспристрастными, по мнению непримиримой Зюльмы Каро. Бальзак защищался, ведь письма должны были не столько дать представление о взглядах автора, сколько нарисовать правдивую картину различных политических течений и борющихся между собой идей. Летом друзья в лирических тонах описывали ему свободы на баррикадах в духе известного полотна «Дела Круа». По возвращению из Тура Бальзак обнаружил, что в Париже царит спокойствие и скептицизм. Он об этом и сказал. Писатель нарисовал запоминающиеся типы. Воинствующий стратег из кафе «Коммерс», готовый объявить войну всей Европе. Ему противостоит рьяный поборник мира, достопочтенный землевладелец, чьи поместья расположены вдоль границ, где велись бы военные действия. Бальзак безжалостно высмеивает дележ добычи. Все победители июля желают стать супрефектами, консулами. Разыгрывается настоящая комедия. Вы на каждом шагу встречаете светских щеголей, у которых пулями пробиты куртки их слуг. Вам покажут 600 героев, каждый из которых первым проник в Лувр. Один из его друзей, доктор Миньер, перевязывал в больницы тех, кого ранили в июльские дни. Все они были из простонародья. А теперь буржуазия оттесняла их от власти. Больше того, она обращалась с ними как с врагами. Правительство господ Тьера и Минье было не более либеральным, нежели правительство Карла X. Как видно, все правительства, писал Бальзак, должны прибегать к одними тем же плутням и манипулировать, подобно фокуснику, одними тем же шариком. В свое время либеральная позиция поносила господина Девилеля, требовавшего, чтобы государственные служащие разделяли взгляды правительства. Ныне, когда эта самая либеральная позиция приходит к власти, она издает циркуляры, обязывающие чиновников разделять ее взгляды. Примечание. Дележ добычи имеется в виду сатира добыча поэта Огюста Барбье 1805-1882 годы, где он говорил о возмутительном дележе добычи буржуазии после июльской революции 1830 года. Девилель Жозеф, 1773-1854 годы, один из лидеров роялистов, в 1821-1827 годах премьер-министр. В первых письмах о Париже Бальза, критикуя новый режим, тем не менее, казалось, принимал его. Но очень скоро наступило разочарование, и автор прямо заявил об этом в газете «Карикатура». Он потешается там и над Луи Филиппом, и над Лафайетом, этим тщеславным и слабохарактерным героем, и над Тьером, этим беззастенчивым карьеристом. На чего хочет сам автор? Новых выборов и приход к власти молодежи. Геронтократия, власть древних старцев и юных старичков, главная причина бездарного правления. Судьбу Франции отдали в руки людей ничтожных, столбцы карикатуры, заполненных хвастливыми тирадами господина Придома, нелепого и торжествующего, насмешками над национальной гвардией, гротескным поражением бюрократического режима. Кто ныне правит Францией? Победителей июля? Вовсе нет. Бакалейщики, ловко похитившие победу. Кто направляет внешнюю политику страны? Поборники национальных границ? Враги Священного Союза? Вовсе нет. Ее направляют люди, желающие добиться мира любой ценой, готовые спокойно взирать на то, как подавляют бельгийскую и польскую революции. Если невозможно проводить решительную политику за пределами страны, пусть, по крайней мере, внутренняя политика будет смелой и отважной. Полная свобода печати. Талантливый человек, подвергающийся преследованию, всегда сильнее властей, придержащих. Пусть выборы депутата парламента не зависят ни от какого ценза. Кандидату незачем платить столько налогов. Чтобы стать депутатом, достаточно быть французским гражданином не моложе 25 лет. Это требование бесспорно отвечало интересам самого Бальзака, ибо при всем своем безграничном честолюбии он понимал, что вынужден будет считаться с существующим порядком избрания в парламент. Но требование это отвечало также интересам Франции. В глубине души Бальзак, сын чиновника империи, сохранил чувство восхищения перед Наполеоном. Этот буржуа из квартала Море желает свободы, но не равенства. Он смотрит на социальный мир, как Кювье и Жофруа Сантеллер смотрели на мир животных. Он наблюдает и в обществе ту же неумолимую классификацию, и отобрекает в его глазах на неудачу все утопические мечты. Бальзака отнюдь не радует, что все в природе подчиняется непреложным законам. Но он отдает себе в этом отчет. Я не создаю нацию по собственному произволу, а принимаю ее такой, какая она есть. Всякое организованное общество, по его словам, результаты хранительного договора, заключенного между богатыми и зажиточными, и направленного против бедняков. Обездоленные восстают, но угнетатели постоянно одерживают верх. Даже те, кто совершил французскую революцию, придя к власти, сделавшись богатыми и праздными, объявили ее идеи подрывными и опасными. Революция породила в конечном счете деспотическое правление Наполеона. А кто не спроверг Наполеона? Меттер них и потомки тех, кто оказался жертвой революции. Социальная лестница может изменить лишь постепенная трансформация. Задача романиста — вычертить схему классов в обществе. Мир един. Развитие в нем идет от животного к ангелу через человека. Мистическая лестница Иакова, зоологическая лестница и лестница социальная, небесные сферы, животные виды и классы общества, постепенное развитие всего сущего, эволюция видов и честолюбие людей — вот три различных аспекта единой реальности. Таковы, по словам Гийона, философские взгляды, опираясь на которые, Бальзак намерен был создавать свои произведения. Но самый процесс творчества несравненно сложнее, чем философская система. Примечание. Мистическая лестница Иакова имеется в виду эпизод из Библии. Патриарху Иакову во сне привиделась лестница, соединяющая землю с небом, по которой нисходили и восходили ангелы. Книга Бытия, глава двадцать восьмая. Шагреневая кожа «Небо полно аллегорий» — Ален. «Жизнь убывает в прямой зависимости от силы желаний» — Бальзак. Финансовое положение семьи ухудшалось. Госпожа Бальзак почти ничего не унаследовала от мужа. У нее было заемное письмо от Оноре, залог весьма ненадежный, да ее собственное имущество — ферма в Турени, она продала ее в январе 1831 года за 90 тысяч франков, и скромный дом в Париже. Ей следовало обеспечить детей лоранцы. У Лоре подрастали две дочери — София и Валентина. В один прекрасный день их надо будет, как принято в буржуазных семьях, пристроить. Стремясь увеличить свои доходы, Сюрвиль пошел на риск. В 1829 году он оставил незавидную, но надежную должность в ведомстве путей сообщения и решил заняться строительством отводного канала в низовьях Луары между Орлеаном и Нантом. «Жизнь Сюрвиля государственного служащего закончилась, на сцене появился Сюрвиль-изобретатель», — пишет Анна-Мария Мейнингер. В 1830 году Эжен и Лора поселились в Париже. Покидая Версаль, они ступили на путь, ведущий в Альдорадо. Между тем, Сюрвиль не добился даже официального подряда на строительство канала. Он собирал деньги для создания акционерного общества по изысканиям. В этой затее приняли горячее участие Померелли, их друг Шевалье де Валуа, доктор Наккар и госпожа Бальзак, которая никогда не могла устоять перед самой ненадежной спекуляцией. Инженер сулил прибыли, равные вложенному капиталу. Капитал увеличится вдвое, сногсшибательная спекуляция. Но вскоре непримиримый республиканец Сюрвиль стал жаловаться на заговор воображаемый, который устроили против него иезуиты. Онаре, неизменно находивший в семейных неприятностях источник для новых литературных замыслов, уже приступил к работе над административными злоключениями счастливой идеи и придумал впрок превосходное название «Страдание изобретателя». К ту пору между ним и Читой Сюрвилий существовали самые дружеские родственные отношения. Пока что они делили только неудачи, но в один прекрасный день будут делить золотые россыпи, а в ожидании он внимательно наблюдал жизнь супругов. Анри Бальзак не оправдал надежд матери. Ослепленная привязанностью к младшему сыну, она винила в слабых успехах не ученика, а его учителей. Анри так несчастлив. Ребенка просто терзают. Надо будет перевести его в другой пансион. Но это ни к чему не приводило. Мальчику не хватало усидчивости и энергии. В 1824 году 17-летний Анри писал Лоре «Что я сделал с начала года для того, чтобы продвинуться по избранному мной пути? Ничего». Избалованный материнской любовью, не слишком способный юноша, некоторое время мечтал о том, что в совершенстве изучит несколько иностранных языков и достигнет таким путем высокого положения. Анри Бальзак, Лоре Сервиль «Думая о твоем муже, я думаю, что если когда-нибудь стану важным английским милордом, то сделаю его своим главным инженером». Столь сногсшибательной фразы мог бы написать Аннере. Однако у Анри все ограничивалось благими намерениями, и переход от честолюбивых замыслов к их осуществлению неизменно оказывался переходом от бесконечности к нулю. Безвольный, вялый, ни к чему не пригодный, он менял одну службу на другую, как ребенком менял пансион за пансионом. Наконец, 21 марта 1831 года, Анри решил, что судьба его улыбнулась. Он сел на парусник Магеллан, отправлявшийся в колонии. В июне судно прибыло на остров Маврикий, а Анри сошел на берег и остался там. Между тем, Аннере развил кипучую деятельность. Газеты и журналы, следственные для автора настойчивости, просили у него статьи и новеллы поести. «Вы теперь просто на расхват», писал ему доктор Верон, издатель журнала «Ревю де Пари». Физиология брака принесла репутацию жуира, любителя развлечений тому, чьи многочисленные труды говорят об уединенной жизни. Многие читательницы будут весьма удивлены, узнав, что автор физиологии молод, живет как старый чиновник, умерен как сидящий на диете больной, пьет одну воду и работает без отдыха. Бальзак писал остроумные статьи и очерки для карикатуры и мод, и в то же время вынашивал замысел крупного произведения. Он хотел вложить свой опыт и философию в роман «Шагреневая кожа». В записной книжке, куда писатель заносил сюжеты, можно прочесть такую запись. «Обретение кожи, которая олицетворяет жизнь. Восточная сказка». Примечание. В 1830 году Бальзак завел специальную тетрадь, куда записывал свои планы и эскизы. Мысли, сюжеты, фрагменты были опубликованы в 1910 году. Сначала Бальзак предполагал написать фантастическую повесть в духе Гоффмана и говорил об этом как о сущем литературном пустяке, где он все же попытается изобразить некоторые ситуации той жестокой жизни, какая выпадает на долю гениальных людей, прежде чем они чего-либо достигнут. В основе сюжета должен лежать талисман, шагреневая кожа, все желания ее обладателя исполняются. На куске кожи надпись на санскрите расположена в виде треугольника. «Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни. Хочешь владеть мною? Бери, Бог тебя услышит. Да будет так!» Таким образом, при каждом исполнившемся желании кожа будет уменьшаться. Когда от нее ничего не останется, ее владелец умрет. Похожий на скелет старик-антиквар, продающий талисман юному Рафаэлю, сумел дожить до ста лет лишь потому, что остерегался не только чего-либо страстно желать, но даже просто хотеть. Чем больше размышлял Бальзак над этой легендой, тем больше философской глубины находил он в ней. Мысль о долголетии была ему хорошо знакома. Отец постоянно напоминал, что Фонтенель советует старикам быть экономными и в своих движениях, и в своих чувствах. В скупости проявляется их мудрость. Ничего другого они не могут себе позволить. Между тем молодость жаждет сумасбродных трат, неосторожности, сильных страстей, беспокойных поисков. И этим она торопит неминуемый крах. Старик-антиквар, вручая талисман Рафаэлю де Валантену, говорит ему, «Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчетными поступками. Из-за них-то и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам – желать и мочь». Такая философия осуждает блестящую жизнь, роскошь, разгул и даже всякую деятельность. Как помнит читатель, Бернард Франсуа советовал жить в деревне и питаться плодами земли. У Руссо также можно найти осуждение социальной жизни. «Общество есть путь к смерти», в свою очередь, говорит он Оре. «Шагреневая кожа» будет не просто фантастической повестью в духе Гоффмана. Бальзак перенесет легенду в современную ему эпоху и напишет философскую повесть. Его учитель Рабле, в эпоху пришедшую на смену аскетическому средневековью, создал большой символический роман для реабилитации плоти. Бальзак, писавший после Наполеоновской империи, которую можно назвать «оргией действия», укажет с помощью другого символа на опасности, порождаемые стремлением к могуществу. Его произведение отнюдь не будет сущим литературным пустяком. Оно воплотит дерзостный и блестящий замысел. Он был способен это осуществить. «Впрочем, главное свойство всякой настоящей легенды — это то, что сам автор не подозревает о богатстве, которое в ней заключено», — пишет Оленн. Итак, в январе 1831 года Бальзак продал Шарлю Гаслену и Юрбану Канелю за 1135 франков произведение в двух томах озаглавленное «Шагреневая кожа». Он должен был вручить его издателям 15 февраля. Писатель также обещал Юрбану Канелю сцены военной жизни. Никакая работа не пугала его. Обещание тем более. На деле же шагреневая кожа подвигалась сначала медленно. Бальзак много бывал в свете. Он подружился с известным щеголем-романистом Эженом Сю и с любовницей этого Дэнди Олимпии Пелесье, умной и красивой куртизанкой. В ее салоне бывали герцог Фитц Джеймс, герцог Дюра, Росверне, Россини, доктор Верон. Он, Рай, любил это остроумное общество и блистал в нем. Он встречал этих людей в кафе Париж, у Туртони, в турецком кафе. Иногда он поднимался в мансарду на набережной Сен-Мишель, откуда открывался вид на собор Парижской Богоматери и Сену, и завтракал отбивной котлетой и сыром учитый влюбленных Авроры Дюдеван и Жюля Сандо, с которым он относился нежно и доброжелательно. Примечание. Аврора Дюдеван, настоящее имя писательницы Жорж Санд, 1804-1876 годы, приехавший в 1831 году в Париж, с авторстве с Жюлем Сандо, 1811-1883 годы, она выпустила свой первый роман «Роз и бланш». «Этот Бальзак чудесный малый», — говорила Аврора. А своему другу Шарлю Дюверне она писала «О, либо вы поймете очарование господина Бальзака, либо вам в жизни не понять, что такое магия взгляда и родство душ». У себя на улице Кассини Бальзак давал пышные обеды. Один из его товарищей по Вандомскому колледжу горячо благодарил он Ре за приглашение на такой обед. Жозеф фон Тмуан Бальзаку «Я никогда не забуду чудесных часов, проведенных на улице Кассини, не забуду твоего неповторимого чтения, забавной торговли дынями, острот гостей и шампанского, которое особенно опьяняло, потому что ему сопутствовали сумасбродные, но прекрасные творения неподражаемого Манье». Словом, Бальзак не берег свой талисман. Чтобы спастись от Парижа и его соблазнов, чтобы работать, он уехал в Мартик с супругом Каро. Об апреле укрылся в Болоньере, в этом чудесном поместье возле Немура, арендованном госпожой Деберни, где царило «Меланхолическое уединение». Здесь так хорошо было трудиться. Однако в ненасытном уме Бальзака рождались новые безрассудные планы. Отчего бы ему не выставить свою кандидатуру на парламентских выборах 1831 года? Политика – кратчайший путь к богатству и славе. После революции 1830 года дорога людям нового склада, казалось, была широко открыта. Ла Мартин и Виктор Гюго заняли видное положение. Бартелеми и Барбье вновь вернули сатирической поэзии былую славу. Стендаль опубликовал в 1830 году «Красное и черное» – мрачное полотно, повествовавшее о судьбе плебея, порывающего со своим классом. Бальзак одно время мечтал принять участие в преобразовании государства. «Довольно с нас, великих войн», – писал он. «Мне кажется, наступило время великого мира». Правда, для того, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах, необходим был имущественный ценз – 500 франков налога с доходов. Но Бальзак в своих грезах без труда преодолевал подобные препятствия, где ему лучше баллотироваться. Он написал в три места – в Камбре, где у него был друг Самуэль-Анри Берту, сын типографа и владелец газет де Камбре, в Фужер к генералу барона де Померелю и, наконец, в Тур к своему приятелю Амедею Фоше. «Дорогой генерал», – обращался он к Померелю. «Сознаюсь откровенно, вспомнив о том, как трудно вам найти у себя в Фужере подходящего депутата, я подумал, что мне стоит предложить свою кандидатуру вниманию ваших сограждан. Вам известны мои убеждения, и в нынешних обстоятельствах вы стали бы для меня настоящим отцом, если бы соблаговолели оказать мне покровительство и рекомендовать избирателям вашего округа». Всем трем адресатам он послал политическую брошюру «Оценка деятельности двух правительств», подписанную «Оннере де Бальзак». Адвокат из Тура ответил письмом, где до небес превозносил новеллы Бальзака, опубликованные в «Ревю де Пари», но добавил, что «Оннере нельзя рассчитывать на политическую карьеру в Турене». «Недостаток вашей брошюры в том, что в ней отсутствует ясная программа. А в наше время необходимо недвусмысленно стать под знамена какой-либо партии». Ответ генерала де Памереля был также неутешителен. Прежде всего, взгляды автора брошюры не совпадали с убеждениями большинства обитателей Фужера. А главное, они хотят видеть своим депутатом уроженца здешнего края. Берту был настроен менее пессимистически и приглашал своего друга прибыть в Камбре. В это время Бальзак жил в Буланьере и лихорадочно работал над шагреневой кожей. Какой писатель согласится пожертвовать воображаемым миром, который он сам творит, и творит успешно ради реального мира, приносящего столько разочарований? Бальзак внезапно раздумал выставлять свою кандидатуру на выборах и даже не поехал в Камбре. В ту пору ходили слухи, что он якобы рассчитывал приобрести состояние и обеспечить себе имущественный ценз, женившись на некой Элеоноре де Трюмельи, дочери эмигранта, которого Людовик XVIII вознаградил за бежность. Бальзаки состояли в родстве с бароном Маледо Трюмельи, проживавшим в Дое. Говорили, будто политическая эволюция Оноре в сторону легитимизма объяснялась желанием понравиться барону. Все это мало правдоподобно, ибо такой брак мог дать Бальзаку нужный имущественный ценз только после выборов. Что же касается политических убеждений писателя, то они имели куда более глубокие корни и были плодом его наблюдений и раздумий над людскими поступками. Он близко видел охваченную байроническими настроениями молодежь. Она была поражена болезнью века, с тоской вспоминала о блестящих победах Наполеона и питала отвращение к буржуазной монархии. Филарет Шаль, друг Бальзака, писал, «Какое время! Это была неповторимая эпоха, ныне отошедшая в прошлое. Тогда слишком многого хотели, на слишком многое надеялись, полагались на собственные силы и растрачивали свой пыл направо и налево. Не задумывались над жизнью, не прислушивались к ней, а просто жили. Эту эпоху отличали сила, задор, порыв. Были ошибки, но ошибки благородные. Блуждали по тропинкам, среди утесов, но шли вперед. Жили в шуме бурь, а не в молчании смерть. В шагреневой коже Бальзак пытался показать эту духовную анархию. Его герой Рафаэль де Валантен, в первый раз пожелав проверить могущество талисмана, требует оргии, пиршества, женщин. Желание Рафаэля исполняется самым естественным образом, и в этом проявилась гениальность писателя. Не успел Рафаэль сформулировать свое требование, как тут же, выйдя из лавки антиквара, столкнулся со своими приятелями Блонде и Ростиньяком. Молодые люди потащили его на роскошный обед, который давал удалившийся от дел банкир. Не зная, куда девать золото, он решил променять его на духовные ценности, основать газету. Правительство, то есть банкирская и адвокатская аристократия, сделав Родину своей специальностью, как некогда священники монархию, почувствовало необходимость дурачить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями, по образцу философов всех школ и ловкачей всех времен. Словом, речь идет о том, чтобы внедрять взгляды королевски национальные, доказывать, что люди становятся гораздо счастливее, когда платят миллиард двести миллионов и тридцать три сантима Родине, имеющей своими представителями господ таких-то и таких-то, чем тогда, когда платят они миллиард сто миллионов и девять сантимов королю, который вместо «мы» говорит «я». «Ах, мы на пути к тому, чтобы стать плутами большой руки!» простодушно воскликнул Рафаэль. Затем следовало описание блестящей и циничной беседы. «Вы совершенно правы! Передайте-ка мне спаржу! Ибо в конце концов свобода рождает анархию, анархия приводит к диспотизму, а диспотизм возвращает к свободе!» «Э, милый мой, Наполеон, по крайней мере, оставил нам славу!» «Ах, слава, товар невыгодный! Стоит дорого, сохраняется плохо! Вы королист! А почему бы и нет? Я люблю диспотизм!» Он подразумевает известного рода презрение к людям. Поглумившись и над свободой, и над монархией, захмелевший гость обращает свои взоры на куртизанок. Положив ноги на полуобнаженную очаровательную девицу, Рафаэль рассказывает о своей жизни до того дня, когда в его руки попал талисман. То была жизнь самого Бальзака, расцвеченной силой воображения. Молодой человек из знатной семьи, разоренный вследствие самосбродства отца, одиноко живет в мансарде, где пишет труд «Теория воли». «Непризнанный женщинами» я, помню, наблюдал их с проницательностью отвергнутой любви. Я решил отомстить обществу, я решил овладеть душой всех женщин, добиться того, чтобы все взгляды обращались на меня, когда мое имя произнесет лакей в дверях гостиной. Я решил стать великим человеком. В Рафаэля много черт самого Бальзака. Автор, как и его герой, хочет всего — славы, богатства, женщин. Он знает, что владеет талисманом, который ему принесет все, и что талисман — его талант. Он знает также, что растрачивает свои жизненные силы, и что кончится это плохо. Растиньяк, ловкий карьерист, подлинный гасконец, считает Рафаэля человеком гениальным и вместе с тем глупцом. По мнению Растиньяка, ключ к успеху — отнюдь не труд, а интриги, эгоизм, рассеянная жизнь. Проматывая состояние, человек как бы вкладывает его в друзей, в удовольствие, в возможных покровителей. Если расточитель и потеряет свои капиталы, ему, может быть, представится случай выгодно жениться, получить теплое местечко при министре или посланнике. Надо только опираться на друзей. Растиньяк представит Рафаэля графиня Феодоре, первой красавице и самой модной женщине Парижа. Рафаэль влюбляется в графиню. Он не признает любви в нищете. Ах да здравствует любовь в шелках и кашемире, окруженная чудесами роскоши, которые потому так чудесно украшают ее, что и сама она может быть роскошь. Мне нравится комкать в порыве страсти изысканные туалеты, мять цветы, заносить дерзновенную руку над красивым сооружением благоуханной прически. Горящие глаза, которые пронизывают скрывающую их кружевную вуаль, подобно тому, как пламя прорывается сквозь пушечный дым, фантастически привлекательны для меня. Но как покорить Феодору, когда у него нет даже тридцати франков? Здесь воскресают горестные воспоминания бедного молодого человека. Уж он-то хорошо знает, сколько расхода влечет за собой любовная страсть. Кареты, перчатки, ох, до чего непрочные эти желтые или лимонного оттенка перчатки, фрак, белье. Но все жертвы напрасны, ибо Феодора женщина без сердца. Однажды поздно вечером Рафаэль проникает в ее спальню и прячется за занавесом. Он созерцает самое прекрасное тело, он обнаруживает самую низкую душу. Надо было забыть Феодору, исцелиться от своего безумия и вернуться к заполненному трудом одинокому существованию или умереть. Говорили, будто сам Бальзак был героем подобной сцены, и разыгралась она в спальне Олимпии Пелесье. Но очаровательная куртизанка от них не походила на этот блестящий и насмешливый призрак. Олимпия отдалась бы, она так и поступила, без ложного стыда. Она писала ему более чем дружеские письма, Феодора не была ни Олимпии Пелесье, ни княгиней Багратион, ни мадемуазель Марс, ни какой-либо другой женщиной. Она символ, рожденный в мозгу Бальзака, и в ней воплотились черты доброго десятка женщин. Рафаэль обращается за советом к различным ученым. Медицинские и другие научные книги, прочитанные он Рэ, сослужили ему хорошую службу. Но шагреневая кожа все уменьшается в размерах, и теперь уже ее можно поместить в жилетном кармане. У Валантена остается только один шанс выжить. Он должен походить отныне на старичка-антиквара и больше ничего не хотеть. Однако, увидев свою возлюбленную полуобнаженной, он пожелал ее. Этот порыв слился с предсмертным хрипом. Книга получилась прекрасная. Фантастика в ней искусно переплеталась с реальностью, и в этом было новаторство автора. Бальзак создал поэму своей алчущей и обездоленной молодости. И за всем этим таилась глубокая философия. Автор надеялся на успех и добивался поддержки прессы. Бальзак Шарлю Гаслену Я могу взять на себя, и не без пользы, во-первых, Танн, во-вторых, Ревю де Пари, в-третьих, Националь, в-четвертых, Фигаров, в-пятых, Мессаже, в-шестых, Ревю де Монт, в-седьмых, Мод, в-восьмых, Котидиен, в-девятых, Авенир, в-десятых, Волер. Я берусь проследить за тем, чтобы статьи появились в скором времени и были благожелательны, что намного уменьшит ваши хлопоты, как издателя, сейчас, когда у вас столько семейных забот. Чтобы гарантировать себе благожелательность критики, он иногда писал статьи сам. В этих двух томах талант господина Бальзака достигает гениальности. Мод. Мы не только питаем дружбу господину Бальзаку, он вызывает у нас восхищение. Подписано. Граф Алекс Д.Б. Мнимый граф, сам Бальзак. Автор предвидел, что первое издание книги быстро разойдется. Гослен должен быть готов к тому, чтобы незамедлительно переиздать ее. В противном случае вы упустите возможность продать большое число экземпляров, а упущенную возможность в таком деле не вернешь. Книгу и в самом деле невозможно было достать. В читальных залах на нее записывались в очередь. Шарль Филиппон Бальзаку, 7 августа 1831 года. Дорожайший мой повелитель, вы легко поверите, что шагреневую кожу раздобыть нельзя. Гранвилю, решившему ее прочесть, пришлось отложить все дела, ибо хранитель библиотеки каждые полчаса присылал справляться, не закончил ли он чтение. Этот человек приговаривал, по примеру, дам. Вы слишком медлительны, поторопитесь. Адибер и я безуспешно пытались достать с ее чертову книгу. На нее заранее записываются. Жан-де-Маргон Бальзаку, 10 августа 1831 года. Пишу вам из Тура, куда я приехал вчера вечером. Нынче утром я спросил шагреневую кожу, об успехе которой сообщали газеты. Книга прибыла почти сразу же после выхода в свет, но ее так усердно читают, что я никак не мог получить ее. Аврора Дидиван и Жоль Сандо писали, что они начали читать шагреневую кожу и оторваться от нее не могут. Это было блистательное подтверждение успеха, начало которому положили физиология брака и сцены частной жизни. Молодой уроженец Турени, еще три года тому назад никому не ведомый, выпустив три книги, сделался предметом соперничества издателей, баловнем книгопродавцев, излюбленным автором женщин. Наиболее прозорливые люди предсказывали, что он станет великим писателем. Шагреневая кожа была не просто занимательной легендой. Она давала картину, клонящейся к упадку цивилизации. В сцене, изображавшей пиршество у банкира, журналисты и художники высмеивали общепринятые представления и идеи. Это был какой-то шабаш умов. Все им казалось ложью. От дворца и парламента власть переходила к банкам, адвокатам, редациям газет. Для столь безнравственного и жестокого мира нужна была сильная власть. Бальзак мечтал создать большой роман, который доказывал бы необходимость политики укращения. Все, что он пишет, в ту пору проникнуто подобным пессимизмом. Он обещал издателю Гослену серию фантастических повестей. Они были пропитаны горечью. В эликсире долголетия отец Дона Хуана, умирая, просил сына натереть его после смерти таинственным эликсиром, который должен воскресить его. Дон Хуан, уже много лет жаждущий завладеть наследством отца, не выполняет последней просьбы покойного и сохраняет эликсир для себя. Прожив долгую разгульную жизнь, он на пороге кончины в свою очередь просит сына оказать ему услугу, в которой сам отказал отцу. Сын выполняет отцовскую волю, но, испугавшись оживающего трупа, роняет флакон, не успев закончить дело. Церковные власти за свидетельство чудо торжественно причисляют Дона Хуана к лику святых. В красной гостинице некий немец, находящийся проездом в Париже, вспоминает за обедом у банкира историю преступления, совершенного в 1799 году в Андернахе. Он не подозревает, что убийца Жан Фредерик Тайфер, ставший богатым и уважаемым финансистом, сидит с ним за одним столом. Нынешнее благосостояние убийцы покоится на преступление, которое он совершил в молодости. Оно осталось для него безнаказанным, а осужден был невиновный, который также собирался совершить убийство и скомпрометировал себя приготовлениями к нему, но самого преступления не осуществил. Мы сталкиваемся здесь с принципом шагреневой кожи, с желанием, намерением, уже сами по себе действия. Рассказчик угадывает ужасную правду, заметив странное поведение Тайфера, который до такой степени потрясен повествованием Германа, что поспешно выходит из комнаты, у него начинается жестокий нервный припадок. Надо сказать, что сам рассказчик влюблен в дочь убийцы, Викторину Тайфер. Может ли он, не испытывая угрызений совести, жениться на ней и таким образом унаследовать богатство, добытое ценой кровавого преступления? Друзья, у которых он спрашивает совета в столь щекотливом деле, в один голос высказывается за брак. Что стало бы с нашим обществом, если бы мы вздумали доискиваться происхождение всякого богатства? Друг Бальзака Филарет Шаль написал к философским повестям и рассказам предисловие, в котором хвалил автора не только как рассказчика, но и как мыслителя. Он видел, как выставляет на показ блестящие побрякушки, пораженные недугом общества, как украшает себя этот умирающий, как судорожно цепляется за жизнь этот полутруп, противополагая глубокой внутренней опустошенности социального организма, эту показную лихорадочную деятельность, его погребальное великолепие. Автор счел, что в самом этом контрасте есть некая магия, что весьма интересно показать, как действуют социальные пружины, скрытые под великолепной оболочкой движимые корыстолюбием. Рассказчик, кладущий в основу произведений тайной преступности, разложения и безнадежной тоску своей эпохи, мыслитель и философ, стремящийся описать разрушение, которое способно причинить мысль. Таков господин де Бальзак. О такой именно роли и мечтал Бальзак, о роли мыслителя мизантропа, которому не чуждо при этом веселое остроумие. К ноябрю 1831 года его известность достигает таких размеров, что пробуждает в литературных кругах вражду к нему. Шарль Рабу, сотрудник Ревю де Пари, предостерегал Бальзака против зависти литераторов и предупреждал его, что Жюль Жанен, влиятельный критик, намеревается остановить стремительное восхождение Бальзака, самовнезапность которого казалась оскорбительной для других. Он сумел убедить в этом редакцию деба, и там ненавидят вас теперь всеми фибрами души, поднялась целая буря, но ничего, сплотим свои ряды, черт побери. Молодой Бальзак постигал, что слава писателя отнюдь не доставляет удовольствия его друзьям. Еще одна утраченная иллюзия. Злоба пыталась преградить ему путь к успеху. Пресловутая частица «Д» давала превосходный повод для насмешек. Он не сразу прибавил ее к своей фамилии. Шуан и сцены частной жизни были подписаны «Онре Бальзак». В апреле 1831 года писатель рискнул начертать на обложке политической брошюры «Онре де Бальзак», но уверял, что это недоброжелатели прибавили Дант Рак, чтобы поставить его в смешное положение. Ему было суждено всю жизнь служить мишенью для самых нелепых, самых несуразных, самых клеветнических нападок на его личность и на его творчество. Зависть умеряет свое бешенство, только вдоволь насладившись своей низостью. Однако, несмотря на все препятствия, черты выдающегося человека все яснее проступали в облике Бальзак. Еще в те времена, когда писатель по необходимости брался за любую литературную работу, он различал в тумане будущего контуры своего эпического творения. Уже в 1820 году в своей мансарде «Онре» строил грандиозные, хотя и расплывчатые планы. Даже тогда, когда Бальзак еще писал в манере Пеголя Брена, он помышлял о Данте и Шекспире, выводя на сцену своих двойников Рафаэля из шагреневой кожи, Виктора Мариона из «Вступления к молодцу». Он наделял их гениальностью, которую хотел обладать и которую предчувствовал в себе с самого детства. Выдающийся человек, даже если он прежде всего писатель, не может оставаться равнодушным к политической и религиозной жизни своей страны. Беспорядки, последовавшие за тремя славными днями, сцена вандализма, когда обезумевшая толпа громила в Париже архиепископский дворец, оскверненные шедевры религиозного искусства, все это внушило Бальзаку отвращение к июльской монархии. Примечание. Моруа несколько односторонне оценивает события, происходившие в Париже в 1831 году. В феврале 1831 года Парижане в ответ на непрекращающиеся провокации сторонников свергнутых во время июльской революции 1930 года Бурбонов ворвались во дворец архиепископа, бывший одним из центров монархической реакции. Наступит час, когда добрая половина французов станет тайной или открыто сожалеть об уходе этого старика с детской душой и скажет, если бы революции 1830 года только еще предстояло совершиться, она бы не совершилась вовсе, что послужило причиной кровопролитных мятежей в Лионе. Примечание. Речь идет о восстаниях ткачей в Лионе. Первое восстание под лозунгом «Жить, работая или умереть, сражаясь» происходило с 21 ноября по 3 декабря 1831 года. Об этом восстании Бальзак упоминает в банкирском доме Нусингена. В очерке «Шесть степеней преступлений и шесть степеней добродетелей» он возмущается жестоким подавлением восстания. Второе Лионское восстание было 9-14 апреля 1834 года. Ни счета тамошних ткачей, выделывавших шелка, бесчеловечный эгоизм торговой буржуазии, система производства товаров без заботы об их сбытии. Сторонники Сен-Симона призывали в то время к улучшению участи рабочего класса, к разделу богатств. Бальзака интересует нравственная сторона проблемы. По его мнению, средняя буржуазия недостойна управлять страной, ибо она думает о собственной выгоде, а не о своем долге. «В государстве нет больше религии», — пишет он, и тут же уточняет, «я не собираюсь читать нравоучения, я говорю о религии с точки зрения высокой политики». Долгое время его взгляды на религию были двойственными. Под влиянием отца и философов XVIII века он рассчитал догматы и обряды нагроможением предрассудков. Но уже в детстве, в кафедральном соборе Тура и в Бандомском колледже, он испытывал глубокое волнение, слушая церковные песнопения и гармонический перезвон колоколов. Нередко он приходил в собор Святого Гассиена и в одиночестве внимал неизъяснимо величавой тишине, стремясь ощутить священный трепет. После 1830 года Бальзак признает политическую необходимость и тактическую полезность католицизма. Религия означает «связь». А что еще, кроме общей веры, может связать воедино людей различных классов? В 1831 году он публикует символическую новеллу «Иисус Христос» в Афландрии, на которую его вдохновила старинная барабанская легенда. Время действия новеллы не обозначено. И в эту неизвестную эпоху какой-то суденышко везет пассажиров с острова Кадзан в Астенде. На корме расположились богатые и знатные пассажиры. На носу бедный люд. В последнюю минуту появляется человек с белокурыми волосами, разделенными прямым пробором. Он занимает место среди бедняков. Поднимается ужасная буря. Люди, сидящие на корме, бледнеют и в смертельном страхе отчаянно кричат «погибаем!». Владелец суденышко командует «вычерпывайте воду!» И начинается борьба с морской стихией. Судно тонет. Светлолик и незнакомец возглашает «кто верует, тот спасется, следуйте за мной!». Он идет по волнам, и те, кто ему поверил, не колеблясь, как и он, ступают по воде. Богачи и знатные идут ко дну. Любопытная черта, характерная для Бальзака. Владелец судна — человек действия, а не веры. Цепляется за доску, борется изо всех сил, как и подобает человеку, и он тоже спасен. На этот раз пусть будет так, говорит ему незнакомец, но впредь посерегись, а не то послужишь слишком дурным примером. Должен ли человек исполниться смиренной веры? Бальзак прибавляет к легенде еще один аллегорический образ — церковь. Он грезит в кафедральном соборе, воздвигнутом в память чудесного спасения тонущих, как вдруг какая-то высохшая старуха берет его за руку и кричит «Защити меня!» «Защити меня!» Она увлекает его в какую-то комнату, обтянутую изодранной обивкой, где лежат старые покровы, позолоченные медной утварь. «Я хочу навсегда даровать тебе счастье», говорит она, «и вот ты мой сын». И тогда сквозь морщинистый лик ужасной старухи проступает черты юной женщины, прекрасной и прямодушной, какой она была когда-то. «Ага, теперь я тебя узнаю», говорит он, «Несчастная, зачем ты стала блудницей?» Оскорбляя человека, радуясь при виде того, до чего может дойти людская глупость, ты приказывала своим возлюбленным ползать на четвереньках, отдавать тебе свое имущество, сокровище, даже собственных жен. Ты без всякой причины погубила миллионы людей, понуждая их устремляться с запада на восток, ты сошла с высот мысли, чтобы усесться рядом с королями, ты требовала крови, будучи уверена, что получишь ее. Зачем ты живешь? Где твои сокровища? Что хорошего ты совершила? При этом вопросе старуха распрямляется, начинает расти на глазах, светящееся облако окутывает ее, затем она вновь появляется, белоликая и молодая, в одеянии из льняного полотна. «Зирай и веруй», произносит она, и тогда его взору предстают тысячи храмов, он любуется их каменной резьбою, в ушах его звучат чудесные мелодии, миллионы людей устремляются в эти храмы, спасая творения литературы и искусства, помогая беднякам. Потом ослепительный свет меркнет, и юная красавица вновь превращается в отталкивающую старуху и рубящую ее, похоже, на саван. «Веры больше нет», с горяча говорит она. И Бальзак заключает. «Я увидел, что кафедральный собор окутался тьмою, как человек, завернувшийся в плащ. Верить, — подумал я, — значит, жить. Я недавно наблюдал погребальный кортеж монархии. Надо защитить церковь». Последнюю фразу писатель прибавить только в 1845 году при переиздании новеллы. Но под произведением стоит дата февраль 1831 года, и этого достаточно, чтобы понять, что представлял собой в ту пору католицизм и монархизм Бальзака. Он увидел, как на корабле, увозившем вместе с Карлом X церковь и монархию, исчезали также в тумане и одетый в траур искусства. И все-таки, жалея об уходящем в изгнании старом короле, он отдает дань уважения республиканцам. Арман Карель станет одним из его героев, и Бальзак придаст позднее прекрасные черты Кареля образу Мишеля Кретьена. Истинное величие, а оно всегда жило в Бальзаке, проявляется в том, что человек признает и почитает также величие своих противников. Впрочем, разве у него были противники? Ведь его гений состоит в том, чтобы все понимать. В этом сила романиста, и в этом же слабость человека действия. Примечание Карель Арман 1800-1836 годы, французский публицист, республиканец, подвергавший резкой критике режим июльской монархии, был убит на дуэли Эмилем Жерарденом. Сумосбродство и затворничество «Мое будущее», сказал он себе, «зависит от женщины, принадлежащей к этому обществу». Бальзак 1831 год, принесший Бальзаку литературный успех, казалось бы, должен был принести ему и финансовое благополучие. Писатель получил 1125 франков за шагренивую кожу, 3750 франков за сцены частной жизни, 5250 франков за философские повести и рассказы, и озорные рассказы, 4166 франков за статьи в журналах и газетах, то есть всего 14291 франк, гораздо больше, чем нужно холостяку, чтобы жить на широкую ногу. Между тем, его долги возросли еще на 6000 франков. К концу года их общая сумма составляет 15000 франков, не считая 45000 франков, которые он задолжал матери. Почему так произошло? Потому что он совершенно не умеет противостоять соблазнам. Долгое воздержание рождает стремление к излишествам. Подобно Рафаэлю де Валантену, Бальзак многие годы мечтал о пышных пюрах, об экипаже с мягким сиденьем, о великолепных лошадях. Теперь он хочет превратить эти грезы в действительность. Счета за шампанское и различные яства от ресторатора растут с головокружительной быстротою. Под влиянием Эжена Сю и его приятелей Бальзак становится не то чтобы дэнди, ибо его отвращают благоглупости, которые англичане совершают у себя с торжественным и хладнокровным видом, но человеком в следующем моде. Портной Бюйсон сшил ему нового платья на 631 франк. Панере заказал ему три белых халата. В этом свободном одеянии, напоминавшем монашескую сутану, писатель, опоясавшись золотым шнуром с кисточками на конце, работал. Примечание в этом же одеянии Бальзак позировал для портрета художнику Луи Буланже в 1836 году. Писатель был очень доволен этим портретом. Своего издателя Ербена Канеля он просит прислать в уплату за новеллу 12 пар лайковых перчаток лимонного цвета. Ох, уже эти светло-желтые перчатки, он ими просто бредит. И пару перчаток из оленьей кожи. Счета книгопродавцев и самых прославленных переплетчиков не менее разорительны. Затем в сентябре 1831 года он совершает последнее безрассудство. Покупает лошадь, кабриолет, фиолетовую полость с вензелем и короной, вышитыми козьей шерстью. Месяц спустя он приобретает вторую лошадь. Для ухода за ними нужен слуга, грум, или, как в ту пору выражались, тигр. На эту должность Бальзак нанимает миниатюрного леклерка, для которого Бюйсон сошьет голубую ливрею, зеленую американскую куртку с красными рукавами и тиковые панталоны в мелкую полоску. В таком экипаже можно поехать и в оперу, и к итальянцам, словом, достойно выглядеть рядом с Латур-Мезре или Эженом Сю. Латур-Мезре играет в ту пору довольно видную роль в жизни Бальзака. Этот король парижской моды, с которым Монаре дружит, одновременно становится для писателя прототипом его персонажей. Сын нотариуса из Аржантана, Латур-Мезре воспитывался вместе с Эмилием де Жерарденом в колледже этого городка. Он принимал деятельное участие в изданиях школьного товарища, ставшего магнатом прессы, в журналах Волер, Мод, Высокий, с обрамлявшей лицо-бородкой, непокорной прядью темных волос, язвительный и надменный, провинциал Латур-Мезре покорил Париж. Этот светский лев смотрел на парижские бульвары, как на свою империю, на кафе Тортони, как на таверну дьявола, на оперу, как на гарем. Здесь он вместе с друзьями занимал ложу Бануар возле самой сцены, ее позднее окрестили инфернальной ложей. У Бальзака также одно время было там свое место, но затем он перестал вносить долю, хотя приятели потребовали от него уплатить деньги, прислав герзкое письмо, адресованное господину де Бальзаку Дантрак для Гренадьер. Каждый день Латур-Мезре украшал петлицу своего фрака белой камелии. Это стоило недешево, и благодаря цене цветка и неизменности привычки камелия в петлице стала отличительным признаком светского льва. Маниакальные пристрастия приносят известность скорее, нежели добродетели и талант. От Латур-Мезре неотделима знаменитая чета Жерарденов. Сесильный Эмиль женился в 1835 году на дочери Софи Ге. Его жена Дельфина в девические годы была златокудрой и смеющейся музой юных романтиков. Став госпожой де Жерарден, она полновластно царила в небольшом кружке. Быть принятым там после спектакля в итальянской опере или перед балом считалось не только удовольствием, но и честью. В гостиной, обтянутой зеленоватым шерстяным штофом, собирались Ламартин, Гюго, Сю, Дюма и любимец Дельфины Бальзак. «О, до чего забавен был вчера Бальзак», говорила она Латур Мезре, и тот слегка завидовал. Бальзак, уже завоевавший популярность у читающей публики, молодой писатель и талантливый журналист придавал немало блеска газетами журналам Жерардена. Вскоре нашему новоявленному маркизу Карабасу жилище на улице Кассини показалось слишком тесным. Он снял во флигеле еще один этаж. Отсюда очередные счета от маляра, декоратора и, естественно, опять мебель, ковры. Главным образом ковры, пушистые, мягкие, разорительные. Экая важность, ведь ветер-то дует в корму. Жерарден писал Бальзаку, «Мы отправляемся к издателю, который своим состоянием обязан вам, и все же те, кто любит Хонаре, обеспокоены его долгами, старыми и новыми, и рассеянным образом жизни, которые он ведет. Преданная сестра Лора Сюрвиль посылает ему немного денег, но при этом восклицает «Берегись!» и просит «Будь благоразумен». Зюльма-Каро, живущая точно в изгнании при Ангулемском пороховом заводе, сожалеет, что человек столь выдающегося ума вращается в свете, который, по ее мнению, не достоин его. Зюльма-Каро Бальзаку 8 ноября 1831 года «Прошло уже и 20 августа, и 20 сентября, а затем и 20 октября. Я все ждал вас, но тщетно. Ни одного слова, ни одного свидетельства, что вы помните меня. Нехорошо это, оноре. Я была сильно огорчена, хотя и не отнесла еще вас к числу тех друзей, которых мы уже не решаемся называть друзьями с той поры, как покинули политехническое училище. Одно только и смягчило для меня горечь столь полного забвения. Я приписываю его лишь новым успехам, которых вы без сомнения за это время добились. Вы по-прежнему можете рассчитывать на меня, когда почувствуете потребность излить душу. Каро говорит, что вы просто боитесь набраться провинциальной вульгарности. Но, дорогой Анаре, если в Париже вы можете вести привычный для вас изысканный образ жизни, находите ли вы там настоящую привязанность, которую всегда встретите у нас во Фрапеле. Посвятив себя описанию чувств вымышленных персонажей, вы поневоле пренебрегаете не менее ценным сокровищем собственными чувствами. Вот почему я остерегусь прибавить к бремени и без того слишком тяжкому те требования, о которых говорю. Я не хочу и никогда не хотела той нежной дружбы, какой вы предлагаете женщинам. Я притязаю на чувства более возвышенные. Да, Анаре, вы должны уважать меня в такой степени, чтобы, так сказать, держать в резерве. И если какая-либо несбывшаяся надежда омрачит вашу радость, если разочарование ранит ваше сердце, тогда вы призовете меня и увидите, что я достойным образом отвечу на ваш зов. Славный доктор Накар время от времени дает он РФ долг без отдачи 400 или 500 франков и при этом пишет ему продолжайте свой путь к величию во славу Родины и на радость друзьям. К концу 1831 года Бальзак потратил раза в три больше, чем за предыдущий год. Зато он и пожил в свое удовольствие. Каким счастливым должно бы чувствовал себя тот самый молодой человек, который совсем еще недавно был никому неизвестен, беден и с высоты кладбища от Перлаше бросал вызов Парижу, а теперь сидел в кафе Тортони за одним столиком с прославленными парижанами, модными писателями и красивыми куртизанками вроде Олимпии Пелесье. Он знал, что его пылкое остроумие ценят. Олимпия Пелесье Бальзаку 2 Января 1832 Могу ли я рассчитывать на вас в следующий понедельник 9 января? У меня будет обедать Россини. Не правда ли приятно начать год в таком обществе? Вот почему я особенно надеюсь на ваше любезное согласие. После отдыха вы верно будете в ударе. А вот еще одно письмо прислано ему несколько месяцев спустя. Дельфина де Жерарден Бальзаку 9 мая 1832 года Мы вас целый век не видели. Приходите к нам завтра вечером, расскажите, что у вас новенького. Вас будет ждать страстный поклонник последней вашей книги и добрые друзья, которые не могут простить, что вы их забываете. До завтра, хорошо? Без сомнения за кулисами этой бесподобной жизни таилась тревога из-за неоплаченных счетов, страх перед судебными приставами, бедствующие родные, но чем больше у человека забот, тем больше он хочет забыться. В глубине души этот уже известный писатель все еще оставался неунывающим мальчишкой, он наслаждался внешними признаками триумфа, этим пиршеством ума и чувств. Он так жаждал славы, что теперь упивался своим успехом. Бедность была для него столь мучительна, что он просто смаковал роскошь, пусть даже приобретенный в долг. Бальзак играл сейчас новую роль, роль триумфатора, а когда дела его начинали идти из рук вон плохо, он покидал сцену и вручал бразды пробления матери. Охая и жалуясь, она все же проявляла самоотверженность и наводила кое-какой порядок в доме сына. Для самого же Онере наступала пора затворничества. Он находил приют либо в Буланьере у госпожи де Берни, либо в Саше у Жана де Маргонна, либо в Ангулеме у Зюльмы Каро. Здесь он чувствовал себя в безопасности от кредиторов и писал для вечности. Бальзаку этому раблезианцу была несвойственна, показная добродетель, но он считал, что писатель, насколько это возможно, должен соблюдать целомудрие. Человек, избегающий плотских наслаждений, сохраняет силы, мысли его становятся более возвышенными. Тем не менее, у него по-прежнему были две любовницы. Лора де Берни все еще эта незаменимая помощница при чтении корректур, как всегда, была ласковой и любящей. Герцогиня Добронтес дорожила им потому, что он помогал ей в литературных занятиях и потому, что он развлекал ее. Кроме того, Бальзак получал множество писем от незнакомых читательниц его романов. В октябре 1831 года пришло очередное письмо, оно было подписано вымышленным английским именем и поразило его. Письмо было адресовано Париж господину Бальзаку. Почта каким-то чудом разыскала Бальзака сперва на улице Кассини, а затем в Саше. Таинственная корреспондентка упрекала писателя за цинизм физиологии брака и за его несправедливые суждения о женщинах. В ответном письме Бальзак благодарил ее. Он говорил, ваши укоры косвенно льсят мне, ибо они свидетельствуют о сильном впечатлении, произведенном моими книгами. Для женщины, уже изведавшей жизненные бури, смысл моей книги в том, что вину за все прегрешения, совершенные женами, я полностью возлагаю на их мужей. Это безоговорочное отпущение грехов. Не думайте, что ваше письмо, где так много трогательных жалоб, естественных для женского сердца, оставляет меня равнодушным. Симпатия, возникшая в душе читательницы, живущей так далеко от меня, истинное сокровище, все мое богатство, она дарует мне самые чистые радости. Тронутая столь щедрым посланием, четыре страницы большого формата, написанные таким занятым человеком, немалая честь, корреспондентка открыла свое настоящее имя. Это была маркиза де Кастри, урожденная Клерк-Леманс Анриетта де Майе. Она принадлежала к самоизысканной аристократии Сан-Жерменского предместе. Жизнь этой женщины могла бы послужить сюжетом для романа. Ее брак с маркизом, впоследствии герцогом, де Кастри, был несчастливым. В 1822 году она повстречала Виктора фон Меттерниха, сына австрийского канцлера, очаровательного и хрупкого юношу романтического склада. Маркиза де Кастри обожала его. Расставшись с мужем, она стала жить с Виктором, и от этой связи в 1827 году у нее родился сын Роже. По просьбе канцлера, деда-мальчика, австрийский император даровал дворянство этому незаконно рожденному ребенку, ставшему впоследствии бароном фон Альденбургом. Вскоре маркиза де Кастри упала с лошади и серьезно повредила себе позвоночник. Она на всю жизнь осталась почти калекой. В 1829 году ее возлюбленный Виктор фон Меттерних умер от чахотки. Разбитая телом и душою, осуждаемая светом, который не желал простить ей скандальной связи, Андриетта жила то в замке Лормуа у своего отца герцога де Майе, то в замке Кивийон у своего дяди герцога Фитц Джеймса. Фитц Джеймс знатный вельможа, состоявший в родстве с династией Стюартов. В Англии частица Фитц указывает на то, что ее обладатель незаконно рожденный потомок члена Королевского дома. Встречал Бальзака у Олимпии Пелесье, так что Маркиза знала, какому человеку она адресует свое послание. Во втором письме она пригласила Бальзака нанести ей визит. Он выразил глубокую признательность за этот знак доверия. Бальзак Маркизе ДКС-3 28 февраля 1832 года. В жизни редко встречаешь благородное сердце и подлинную дружбу. Я же в особенности не избалован искренним отношениям людей, на поддержку которых мог бы опереться, и принимаю ваше великодушное предложение, хотя боюсь, что много потеряю в ваших глазах при личном знакомстве. Не будь я по горло занят срочной работой, я поспешил бы выразить вам свое глубочайшее уважение с той сердечной откровенностью, какая вам так дорога. Однако, хотя я давно уже веду упорную борьбу против невзгод, которыми порядочный человек может только гордиться, мне надо сделать еще несколько усилий, и лишь тогда я завоюю право на несколько свободных часов, когда не буду чувствовать себя ни литератором, ни художником, а смогу быть самим собой. Эти-то часы, если позволите, я хочу посвятить вам. Вожделенный час наступил, и Бальзак был просто потрясен встречей. В пору своего злополучного замужества маркиза де Костри была так свежа, так хороша с собой, ее рыжие волосы так оттеняли белоснежный лоб, что когда эта двадцатилетняя красавица в ярко-красном платье, открывавшем плечи, достойные кисти Тициана, переступала порог гостиной, она буквально затмевала сияние многочисленных свечей, вспоминает Филарет Шаль. В 1832 году Маркизе, по ее словам, было 35 лет. После злосчастного падения с лошади она с трудом передвигалась, но все еще сохраняла красоту и очарование. А потом, как приятно было въехать во двор великолепного особняка на улице Гренель-Сент-Жермен, восседая с хлыстом в руке в новом кабриолете, на запятках которого пристроился грун в яркой ливреи. Тем не менее, после первого визита Бальзак как будто бы пошел на попятный. Как не сладостно сочувствие женщины, она ранит еще больше, чем насмешка. Когда порыв души и воображений сливаются воедино, это может далеко завести. А так мне удастся сохранить о вас воспоминания, исполненные чарующей прелести. Было ли это тонко обдуманным кокетством писателя. Так или иначе, но он опять появился у своей новой приятельницы и подарил ей несколько рукописей «Мировая сделка», полковник Шабер, поручение и свидание. Бальзак, Маркизе де Кастре между мартом и маем 1832 года Но довольно о моих литературных делах. Теперь, пожалуйста, позвольте выразить вам свою признательность, глубокую признательность за те часы, которые вы мне посвятили. Они навсегда запечатлелись в моей памяти, как дотоли незнакомые стихи, как мечты, что рождаются в минуты небесного блаженства, или те минуты, когда слушаешь прекрасную музыку. Я бы сказал вам, что начинаю страшиться столь сладостных и пленительных мгновений, если бы вы, как мне кажется, не стояли выше таких банальных комплиментов. Вам нельзя льстить, а нужно говорить только правду. Это и будет свидетельством самого почтительного уважения. Он уже лелеет безрассудные надежды. Стать любовником одной из самых недоступных аристократок какая победа. Одержим и неистовым чувством, в котором тщеславие причудливо перемешивалось с любовью, Бальзак был в ту пор будто околдован этой женщиной, пишет Бернаргийон. Он никогда не понимал любви в бедности. Утонченность и изысканность маркизы приводили его в восторг. Госпожа де Костри казалось испытывала к нему нежную привязанность. Она до поздней ночи позволяла ему оставаться у нее в будуаре, но держала его на почтительном расстоянии. 16 мая 1832 года она послала Бальзаку в день его ангела чудесный букет цветов. Он, не переставая, благодарил ее за сладостные часы, которые она ему дарила, и заканчивал свои письма словами «нежная дружба». Дела, оказалось, принимали хороший оборот. На этот успех стоил ему многих вечеров, которые он мог бы отдать работе. Следует ли считать, что он начал публиковать статьи в новой газете легитимистов Ренаватер из желания угодить маркизе де Костри? В числе людей, стоявших во главе этой партии, был герцог Фитц-Джеймс. Разумеется, Бальзак находил удовольствие в том, чтобы ставить свой талант на службу друзьям, благосклонность которых ему льстила. Госпожа де Костри умела удивительно тонко сочетать похвалу с нежностью. «Я могу сколько угодно сожалеть о вашем отсутствии, но никогда не позволю себе причинить ущерб вашим трудам, которыми я так восхищаюсь. Я люблю читать все, что выходит из-под вашего пера. Нынче утром, едва пробудившись, я с восторгом пробежала Ренаватер. И все-таки думается, я люблю еще больше слушать вас». Без сомнения, в размягчающей атмосфере особняка на улице Гренель Сен-Жермен Бальзак начинал думать, что бесспорное превосходство столь утонченной аристократии естественная гарантия ее политической правоты. Но главное, он по-прежнему был сторонником сильной власти. Бальзак неизменно считал, что распоряжаться всем должен один человек, воплощающий в себе энергию нации. Будет ли он именоваться Бонапартом или Карлом X, императором, диктатором или королем, для Бальзака не имело значения. В упреке юльской монархии он ставил прежде всего ее слабость, он осуждал сторонников крайних взглядов среди своих новых друзей легитимистов, тех, кто призывал не принимать никакого участия в выборах. Но герцог Фитц-Джеймс проповедовал более гибкую политику, которая позволяла использовать парламентскую трибуну. Этот умный вельможа выступал против внутренней эмиграции. Он согласился принести присягу на верность Луи Филиппу, ибо того требовало благо Франции. Но он отказался от титула пера, рассчитывая стать депутатом Нижней Палаты, если избиратели какого-нибудь уголка Франции пожелают, чтобы их интересы представлял человек, который всегда, не колеблясь, говорил правду в лицо. Такая мудрая, искусная и вместе с тем высокомерная политика отвечала честолюбивым устремлением самого Бальзака. Переход писателя на сторону правых сильно огорчил его друзей либералов. Амедей Фаше из Тура сетовал. «И так вы окончательно сделались легитимистом. Поверьте, напрасно вы защищаете это недостойное дело, у которого нет будущего в нашей стране. Как нескверно обстоят дела, они никогда не будут обстоять до такой степени скверно, чтобы на сцене появился Генрих Пятый в окружении своры церковников и спесивых дворян. Зюльма Каро, любившая Бальзака, выговаривала ему. Зюльма Каро Бальзаку 3 мая 1832 года «Неужели вы никогда не откажетесь от столь беспокойного образа жизни, милый оноре? Подобно алхимику, вы лишь бестолку потратите свое золото, но ничего не найдете на дне тигля. Оноре, как писатель, вы уже приобрели известность, но вам предначертан жребий более завидный. Суетная слава не для вас, ваши помыслы должны устремляться выше. Если бы я решилась, я бы сказала прямо, почему вы так бессмысленно растрачиваете свой незаврядный ум. Послушайте меня, предоставьте вести изысканную жизнь тому, у кого нет иных достоинств, или же тем, кто с ее помощью хочет забыться, чтобы не думать о своих нравственных муках. Но вы, вы, я не заканчиваю своей мысли, ибо чувствую, что, быть может, злоупотребляют данным мне вами правом, но как бы я гордилась вашей истинной славой, славой, как я ее понимаю. Мне сказали, что вы с головой погрузились в политику. О, берегитесь, берегитесь же, я ваш друг, и мне страшно за вас. Вам не подобает служить отдельным лицам. Видеть в этом свою славу может только тот, кто жил в близком общении с сильными мира сего. Личная привязанность может тогда оправдать слепую верность, но ваша слава вас переживет. Так отдайте же себя на служение какому-либо высокому принципу, достойному вашего глубокого ума и более отвечающему вашим привычкам. А защищать отдельные лица предоставьте придворной челяди и не замарайте своей подлинной славы, поддерживая их. Дорогой, бесконечно дорогой оноре, уважайте самого себя, если даже вам придется для этого пожертвовать чистокровными английскими скакунами и старинной мебелью. Эта пламенная республиканка была права, и в глубине души он это понимал. Но есть ли человек, который может устоять перед соблазном? Бальзак был ненасытен более чем кто-либо. После одной книги еще десять других, после одной женщины другая, после успеха триумф. Было нечто вульгарное в этой неиссякаемой жажде наслаждений, стремлении взять реванш, в непрерывных подсчетах тех материальных благ, которые может принести литература, в необузданной жадности к коврам, картинам, мебели. Но вожделея ко всему этому, он был способен отказаться от всего ради творчества. Вдохновение и одержимость художника всякий раз, когда это было необходимо, превращали Жуира в затворника. Бальзак Зюльмекаро Целый месяц я не отойду от письменного стола. Я швыряю ему свою жизнь, как алхимик бросает свое золото в тигель. В другой раз он писал ей, Я живу под игом самого беспощадного деспотизма, того, на который обрекаешь себя сам. Я тружусь день и ночь, никаких удовольствий. Я невольник пера и чернил, настоящий торговец идеями. Бальзак ложится в шесть вечера, приказав разбудить себя в полночь, а затем пишет двенадцать или пятнадцать часов к ряду. Много ли остается у него времени для развлечений? Случается, он вечером едет к Джерарденам или в оперу, или принимает участие в холостяцком обеде, но ведь происходит это после многих недель затворничества. Так гуляет на берегу матрос, попал в порт после долгого плавания. Пусть даже Бальзак без конца толкует о договорах с книгопродавцами и о своих доходах, но это вовсе не означает, что он работает прежде всего для денег. Он правит одну корректуру за другой, дописывает на полях целые куски, зачеркивает, вычеркивает и перечеркивает. Так может поступать только очень требовательный к себе художник. С Бальзаком суетным отлично уживается Бальзак глубокий. Зюльма не обнаруживает этого глубокого Бальзака в его письмах, ей следовало бы искать в его книгах. Лора де Дорни со своей стороны хочет, чтобы он жил вдали от Парижа. Ей уже исполнилось 55 лет, возраст для возлюбленной довольно солидный. Герцогиня Добрантес казалось бы, если и не полностью устранена, то во всяком случае нейтрализована. В апреле-мая 1832 года госпоже де Берни удалось увезти Бальзака в Сен-Фирмен в дом, расположенный на опушке леса Шантильи. Там в великолепном порыве вдохновения он написал турского священника и закончил 30-летнюю женщину. Турский священник одновременно и превосходная повесть и акт мужества. Заурядную историю о незаметном соборном викаре Батте Берото, человеке простодушным и недалеком, которого выживает издуму злобствующая старая дева и интриган каноник, мечтающий о сане епископа, Бальзак превратил широкое полотно, где запечатлены все социальные слои тура, показаны тайной власть конгрегации и скрытой влиянии черного духовенства. Ценный документ для истории реставрации эта повесть свидетельствовала также об удивительном знании душ и помыслов этих, казалось, скромных служителей церкви, обладавших огромной властью. Конечно же, Бальзака вдохновляла Лора. Возвратившись в Париж, он обнаружил, что город в тревоге, свирепствовала холера, герцогиня Берийская высадилась в Вандее. Примечание, в 1832 году герцогиня Берийская предприняла неудачную попытку поднять Вандее восстание против Луи Филиппа, чтобы объявить королем Франции своего сына герцога Бордосского, внука Карла X, представителя старшей ветви Бурбонов. Бальзак возмущался, что правительство не посоветовалось с ясновидящими, они бы тотчас же указали на причину эпидемии. Едва вернувшись в столицу, он стремится вновь ее покинуть. Господи, как ошибаются те, кто считает его светским человеком. Чего он жаждет? Жизни в деревне с идеальной супругой. Жениться на Элеоноре де Трюмелье ему не удалось. И теперь он подумывал о молодой и очень богатой вдове баронессе Дербрук в девичестве Каролине Ландриер де Борд. Он надеялся встретиться с нею летом у Маргоннов в замке Саше. Что может быть лучше вдовы? Она обладает собственным состоянием и некоторым любовным опытом. В конце мая с ним произошел несчастный случай. Уже во второй раз его тюльбюри опрокинулась. Первой жертвой была в апреле Дельфина де Жерарден. Бальза госпоже де Жерарден 31 мая 1832 Как видно нам обоим сударыня было суждено познакомиться со всеми особенностями тюльбюри даже самыми неприятными. Неподалеку от того места где сей экипаж так неделикатно обошелся с вами я вошел в прямое соприкосновение с героической мостовой знаменитого июля. И эта голова эта великолепная голова словом голова которую вы прекрасно знаете оказалась в самом плачевном состоянии. Я даже не уверен не сломалась ли какая-нибудь шестеренка в моем мозгу. В мозгу у него ничего не сломалось но доктор Накар уложил Бальзака в постель сделав ему кровопускание назначил строгую диету и запретил писать даже думать. В июне писателю еще сильнее захотелось сбежать из Парижа. С одной стороны укрыться от кредиторов от денежных неприятностей от жалоб книгоиздателей словом от всех забот которые он переложил на свою злосчастную мать. Он поселил ее у себя и облег всеми полномочиями. С другой стороны Бальзак стремился отдалиться от герцогини Добрантес которая хотела вновь заставить его работать на нее а у него не было для этого ни времени ни желания. И наконец он хотел уехать для того чтобы писать ибо в нем уже зрели сюжеты нескольких романов. Маркиза де Костри пригласила его приехать в августе в Экс-Лебен где она собиралась жить и позднее сопровождать ее в поездке по Швейцарии и Италии. Но как с гордостью писал он госпоже Бальзак своей управительнице который поверял сердечной тайны. Слова эти обращенные писателем к родной матери звучат почти трогательно если вспомнить как сурово она судила о сыне в недалеком прошлом. У него не было денег для поездки в Экс затворническая жизнь в Саше позволила бы ему скопить некоторую сумму решено он поживет у гостеприимных Маргонов правда жена владельца Саше набожная горбунья нагоняла на писателя смертельную скуку но зато к его услугам была удобная комната отличный кофейник ламповое изголовье и относительный покой. Впрочем вскоре у него появился еще один повод радоваться тому что он покинул Париж. В столице происходили волнения видные легитимисты Шоттебриан Берье и Деневиль и даже герцог Фитц и Джеймс были арестованы после вандейской авантюры герцогини Берийской. Через десять дней именитые узники были выпущены на свободу. Но аресты привели в восторг госпожу Деберни, которая писала Бальзаку «Раз партия этих людей потерпела поражение, тебе следует избрать для себя другую». Она ненавидела легитимизм, потому что связывала его с именем Анриэто до костри. Находясь вдали от молодого любовника, Лора Деберни жила в это время в департаменте Ньевр у своего старинного друга генерала Алекса, славного человека, но глухого как Тетерев, и весь день попыхивавшего трубочкой. Там она работала для Бальзака, читала и правила груды корректур, предлагала свои исправления для сцен частной жизни и предостерегала его против козни этих особ из Сен-Жерменского предместия. И все-таки ужасный страх порой сжимает мое сердце. Я думаю, что если некая дама пригласит тебя письмом приехать к ней, ты чего доброго примешь такое предложение? Разве другая дама не заставила тебя в свое время возвратиться из Тура в Версаль, чтобы утешать ее в горе, которое она из эгоизма всячески преувеличивала? А сейчас положение гораздо более серьезное, и твое тщеславие к несчастью не дремлет, оно кипит в тебе, оно влияет на твои поступки тем сильнее, что ты не отдаешь себе отчета в ему могуществе. Мой милый, мой любимый, мой друг, сын мой возлюбленный, ты должен внять доводом разума, который для того, чтобы ты услышал его, говорит моими устами, голос более дружеский никогда не коснется твоего слуха. Пойми же, что эти люди не дадут тебе ни одного из тех трех или четырех тысяч ЭКЮ, которые тебе совершенно необходимы. Пойми же, что если даже они окажутся победителями, это ничего не изменит, потому что они всегда бывали неблагодарны из принципа, и они не изменятся ради тебя, друг мой. Им свойственны все недостатки, пораженные эгоизмом, все коварство, все козни, присущие слабым духам. Они питают пренебрежение, почти презрение к людям, в чьих жилах не течет голубая кровь. «Милый, ради всего, что тебе дорого, ради твоей славы, ради твоего будущего счастья, ради моего покоя, а ведь ты любишь меня, молю тебя, не верь им, не полагайся на них». Отчего он не приезжает к ней? Генерал Алекс предлагал ему стол и кров и сулил посвятить в тайну высокой политике Бонапарта. Как хорошо было бы жить вместе, вдали от света, в котором нет места чувствительным и возвышенным душам. Госпожа Доберни по-прежнему верит в его нежное сердце. Но легко ли сохранить чистоту чувств, когда вокруг столько испорченных людей? Сцены частной жизни пробуждали в ней милые воспоминания. Я помню при каких обстоятельствах ты читал мне тот или иной отрывок и что ты о нем говорил. Я помню, друг мой, какие слова любви рождались при этом. И тогда я находила сладостный приют в твоей душе и на твоей груди. Помнишь, милый? Она все еще была полна страсти. Я по-прежнему чувствую себя твоей возлюбленной и в мыслях предаюсь нашим нежным ласкам. Целую тебя бесчетно. Несколько дней спустя она писала «О, мой милый, мой дорогой, мой обожаемый властелин, прими же вновь дань страсти, зажженной в моей груди тобою, прими ласки возлюбленной, созданной для тебя. О, мы скоро свидимся, я уповаю на это. Было бы ужасно, если бы другие собирали чудесные цветы, аромат которых доходит сюда и пьянит меня. Их живая красота переполняет мою душу блаженством. О, с какой любовью я обрывала бы их лепестки, прильнув к твоей милой груди. Но любит ли он ее по-прежнему? Не отдал ли свое сердце другой? Она надеялась, что умрет прежде, чем это случится. Мой обожаемый, мой любимый, как мучительно, как невыносимо жить, цепляясь за человека, которому твоя жизнь больше не нужна. С мужем она рассталась. Дети жили недружно и терзали ее, у нее оставалось теперь только одно, возлюбленный. Я чувствую себя совершенно разбитой. Бальзаку приходилось выслушивать и другие сетования. Мать, которую он рэб без церемона нагружал различными поручениями, горько жаловалась на это. То он требовал, чтобы она отыскала среди бумаг копию какой-то рукописи для книгоиздателя «Мама», то писал «А затем, милая матушка, мне нужны летние панталоны, да и сон, должно быть, их уже сшил», или сообщал «Я пришлю тебе с дилежанцем, пребывающим в среду утром, пакет, куда вложу рукопись повести для Гослена Луи Ламбер. А ублаготворив Гослена, я быстро управлюсь с битвой». Примечание «Еще в 1829 году Бальзак задумал роман «Битва». Битва при Ваграме, затем Дрезденская битва. Но этот замысел остался неосуществленным. Говори всем, кто будет приходить за деньгами, что я путешествую и возвращусь 15 августа». Между двумя поручениями он делился со своей любезной матушкой планами женитьбы на вдове Дербрук. К несчастью вдовушка, о которой он грезил, не приехала в Турень, но Бальзаку, пославшему ей сцены частной жизни. Казалось, что все обстоит хорошо. Она прислала мне коротенькое вежливое письмецо и поблагодарила за книгу. У него чудесная способность принимать свои желания за надежный залог счастья. Так или иначе, на брак этот не смог состояться в скором времени, а долги надо было платить немедленно. Приходилось идти на жертвы. Бальзак своей матери. Если можешь, продай лошадей. Если хочешь, откажи от места леклерку. Уплоти ему сперва жалование и уволь. Надо было выиграть полгода, ибо никогда еще мое положение не было столь прочным. Рано или поздно литература, политика, журналистика, женитьба, либо какое-нибудь грандиозное начинание помогут мне в конце концов разбогатеть. Нам уже немного осталось страдать. О, пусть бы я страдал один. Ведь если бы не госпожа Деберни, то за минувшие четыре года я бы уже раз двадцать потерпел полный крах. Однако теперь и ты немало страдаешь и невольно становишься одной из причин моих тайных мук. Ты просишь писать обо всем подробнее, но, милая мама, разве ты еще не поняла, как я живу? Когда я в состоянии писать, то сижу над рукописями, когда же не пишу, то обдумываю будущее произведение. И всякий раз, когда какое-нибудь дело, обязательство, привязанность не дают мне написать лишнюю страницу, для меня это просто гибель. Бальзак был прав. Извольте создавать воображаемый мир, когда мир реальный, постоянно вторгается, напоминая это себе неприятностями и упреками. Но и несчастной, пожилой, больной женщине, которая делала все, что было в ее силах, и которую сын непрерывно тормошил, приходилось нелегко. Бальзак своей матери, 19 июля 1832 года. Нынче утром я уже собрался было мужественно приняться за работу, как вдруг прибыло твое письмо и совершенно выбило меня из колеи. Обидно до слез. Неужели ты думаешь, что художник может целиком отдаваться творческим замыслам, если вдруг ему живо напомнит о всех его невзгодах, как это сделала ты? Неужели ты думаешь, что если бы я сам не помнил о них, я работал бы с таким неистовством? Прощай! Прощай! Госпожа Бальзак до такой степени обескуражена тем, что творится в доме ее сумасбродного сына, что Лора Сюрвиль вынуждена вмешаться. Она просит онере поберечь мать. Бальзак добрый по натуре, растроган до слез, во всяком случае, на то время, пока пишет письмо. Бальзак Лорис Сюрвиль 20 июля 1832 года Бедная матушка, поверь, у меня просто сердце кровью обливается, как подумаешь, что она болеет и страждает. Это ты передает мне мужество, заставляет работать с адским упорством. Беда только, что она наделена не меньшим воображением, чем я. Минутами она видит только нужду и трудности. А минутами только триумф. Ну да, я ей все прощаю и люблю ее больше, чем когда бы то ни было. Передай ей это, милая Лора. Вот я пишу тебе эти строки, а на глаза у меня навертываются слезы. В оправдание Бальзаку можно сказать, что именно в Саше он написал биографические заметки о Луилам Берри, произведение, которое, как он надеялся, позволит ему сравниться с Гетой и Байроном, создателями Фауста и Манфреда. Луилам Берр должен был стать грозным ответом недругам Бальзака и дать им почувствовать неоспоримое превосходство писателя. В книге был нарисован портрет «Чудо-ребенка», в котором соединялись черты Бальзака, воспитанника Вандонского колледжа, и Бальзака, обитателем мансарды. Автор заставляет своего вымышленного героя, подростка Луиламбера, читать те книги, которые он сам читал, когда был уже гораздо старше, между 15 и 25 годами, и мыслить так, как мыслил он в 1832 году в возрасте 33 лет. Но в основе своей философские взгляды Бальзака мало изменились, и тот, кто хочет понять, как формировалось мировоззрение писателя, должен внимательно прочитать Луиламбера. Ветхий и Новый Завет попали в руки мальчика, когда ему было всего 5 лет, и эти две книги, в которых заключено столько книг, определили его судьбу. С этого времени чтение для Луи стало чем-то вроде жажды, которую ничто не могло утолить. Луи испытывает непреодолимую склонность к мистическим книгам. Наш дух бездна, и ему нравится погружаться в бездну. У Ламбера есть тайна, это ясновидение, способность необычайно ярко представлять себе то, о чем он читает, или то, о чем ему рассказывают. Он великолепно знает людей и события, которых в жизни не видал, и свидетелем, которых не был. Читая рассказ о битве при Аустерлице, Луи Ламбер слышит грохот орудий, крики сражающихся, храп испуганных лошадей, он вдыхает запах пороха. Перед ним проходят картины, подобные видениям апокалипсиса. Целиком погружаясь в чтение, Ламбер забывает о внешнем мире, но при желании он может также порой сосредоточивать все свои силы на избранной им цели, и тогда он становится несокрушим. Если он хотел живо представить себе, что испытывает человек, когда в тело его вонзается лезвие перочинного ножа, то ощущал жгучую боль, мысль, причиняющая физические страдания. Каково? Что ты об этом скажешь? Философские взгляды Луи Ламбера это взгляды самого Бальзака. Он разделял эзотерическую доктрину каббалистов, воскрешенную Сен-Мартеном и Сведенборгом и обосновывавшую оккультные науки. Бальзак, как и Сведенборг, полагает, что в каждом человеке живут два существа. Человек внешний, подчиняющий законам природы, и человек внутренний, наделенный жизненной силой, она до сих пор еще недоступна науке, но природа ее та же, что у силы материальной. Существуют избранные натуры, таков, например, Луи Ламбер, у которых человек внутренний может как бы отделяться от человека внешнего. Этим объясняется видение на расстоянии, необыкновенная прозорливость ясновидящих, героическая стойкость мучеников, которые во время пыток пребывают в винном мире. Идея и желания вся эта эманация внутреннего человека, который как бы испускает вибрации. Колебания могут быть более и менее сильными в зависимости от человека. Именно это Ламбер именует материальностью мыслей. Она объясняет, почему идея или желание могут разрушать тело. Здесь мы вновь встречаемся с темой шагренивой кожи. Луи Ламбер ребенок, наделенный даром ясновидения, принадлежит к той разновидности людей, к ней принадлежал и сам Бальзак, который находится в интуитивном контакте со всей Вселенной. Ему кажется, что он на пороге проникновения в тайну мироздания. Однако слишком богатая внутренняя жизнь убивает в Ламбере внешнего человека. Жизнь в Париже в этой пучине эгоизма ранит его сердце. Он предпочитает мысль действию, идею, делу. Он мог бы стать человеком могущественным, но ему недостается средоточенности и упорства, которые необходимы всякому, кто хочет добиться успеха. И он будет раздавлен. Луи Ламбер из-за своей чрезмерной гениальности обречен на безумие. Его не может спасти даже любовь к красивой и самоотверженной женщине Полины Соломон де Вильнуа, в жилах которой течет еврейская кровь. В 25 лет он чувствует себя столетним старцем и умирает совсем молодым в объятиях своей подруги. Бальзак искренне считал Луи Ламбера своим шедевром. В этот роман он вложил все, чем он учился у мистиков, магов, философов, ученых. Несколько раз он переделывал книгу, прибавлял социальные и философские рассуждения, пытаясь объяснить различные этапы сотворения мира все большим проникновением мысли в сферу материального. Не человеческий гений, которым писатель наделял Луи Ламбера, был сродни его собственному гению. Однако Бог может создать все за исключением другого Бога. Гений может все воссоздать за исключением гения. Бальзаку так и не удалось вдохнуть жизнь в Луи Ламбера. Госпожа де Берни, которой он послал первый вариант этого произведения, посвященного ей и ныне присно возлюбленной моей посвящается. С тревогой читала рукопись, боюсь, что ты взялся за дело, которое невозможно осуществить. Никакие читатели, думала она, не потерпят, чтобы автор утверждал, будто он постиг тайны Вселенной. Как бы ни был велик писатель, публику смотрит в этом одна только высокомерие. Вот почему фразы «Достойное удивление» битва мыслей, достигшей наивысшего могущества наиболее полного выражения, нравственный мир, пределы которого он далеко раздвинул для себя, совершенно неприемлемы. Мой дорогой, стремись подняться на такую вершину, чтобы толпа отовсюду видела тебя, но не требуй, чтобы она восторгалась тобою, ибо в этом случае на тебя в мгновение ока со всех сторон направят увеличительные стекла, а ведь самый очаровательный предмет, когда его рассматривает в микроскоп, превращается бог весь во что. Даже у влюбленной женщины больше здравого смысла, чем у гения. Луи Ламберу, самой любимой книги Бальзака, которую автор считал самой главной своей книгой, не хватало Прометеевой искры. Посоветуйся с госпожой Каро, писала Лора, доверявшей только этой женщине, которая была искренним другом Бальзака. Есть что-то возвышенное в том, что обе эти выдающиеся женщины, незнакомые между собой, вместе ревниво оберегали своего поэта. Ангулем расположен всего в шестидесяти лье от Саше. Бальзак очень хотелось поехать туда, поскольку за отсутствием денег он не мог отправиться Векс-Лебен, что сильно огорчает госпожу Де Костри, весьма ко мне расположенную, писал он своей сестре Лори. А ведь я нашел бы там еще одну госпожу Де Берни, но только молодую, у которой больше возможностей мне помочь. Зюльма звала его, Бальзак по-прежнему дорожил ее дружбой, но боялся, что будет уж слишком унылым гостем. Я невольник пера и чернил, настоящий торговец идеями. Пребывание в США уже начинало тяготить его, и он предпочел бы Ангулем, который понравился ему еще в первый его приезд в декабре 1831 года. Скромный дом Каро при пороховом заводе скорее походил на ферму, чем на усадьбу, но Зюльма, умная и всегда серьезная, составляла очарование этого уединенного жилища. Бальзак Зюльмека-Ро 10 июля 1832 года Меня очень стесняет установленные в замке порядки. Тут всегда гости, надо одеваться и выходить к столу в определенные часы. Этим провинциалам показалось бы весьма странным, что человек готов отказаться от обеда, только бы не прерывать работу. Они мне уже до смерти надоели с их колоколом, взывающим к трапезе. Среди окружавших Бальзака людей не было ни одного, кто бы мог его понять. Представьте себе госпожу де Маргон, читающую Луи Ламбера. Итак, жеребий брошен, он поедет к Аро, пусть только Зюльма встретит его в Ангулеме, куда пребывает Дильжанс. Ему было так же трудно проделать те несколько километров, что отделяет город от порохового завода, как совершить путешествие в Китай. Он все еще оставался ребенком, нуждавшимся в материнской заботе. В этот раз, во время пребывания в доме Карро, Бальзак написал одну из самых прекрасных своих новелл «Покинутая женщина». Всегда рискованно доискиваться источников произведения, ибо таинственные законы творчества соединяют факты действительности и искусства автора. Но в данном случае нетрудно различить элементы, из которых возник этот сплав. Новелла посвящена герцогине Добрантес, которая в своих мемуарах о реставрации рассказала похожую историю, случившуюся на самом деле. Ее участники были известны. Как и в новелле Бальзака, мужчина, решив жениться, оставляет свою возлюбленную, но не может забыть ее. Когда она наотрез отказывается принять его, несчастный накладывает на себя руки. Все подробности настолько совпадают, что сомневаться в источнике произведения не приходится. Бальзак был многим обязан удивительной памяти Лоры Добрантес. Кроме того, будучи в свое время в Бае, он много слышал о другой покинутой женщине госпоже Дотфей, особе столь же тонкого ума, как самая изысканная парижская дама. Что касается настроения, которым окрашен рассказ, то Бальзаку были очень хорошо знакомы чувства еще одной оставленной женщины Лоры Добрни. Бальзаку пружинской жизни повредит ему, писателю, черпавшему материал в житейских невзгодах и тревогах. Думая о поездке в Экс, Бальзак терзался различными сомнениями. Он боялся огорчить госпожу Добрни, страшился потерять любовь, которой она так щедро одаривала его, и в то же время с волнением предвкушал радости, которые, быть может, дарует ему госпожа до костри. Когда Бальзак описывал начало любовной связи между Кларой де Босеан и Гастоном де Ньюэлем, не обращался ли он в простоте душевной к своим собственным воспоминаниям о Виль-Паризии. Там некогда Онаре, как и Гастон, увидел раненную в самое сердце женщину, окруженную словно мученическим ореолом скандальным воспоминанием о былой страсти, роман с корсиканцем Кампи, живущую как затворница в деревенском уединении. Там он писал ей страстные письма, черновики которых сохранял. Они-то и вдохновляли его, почему бы и нет, а Бронтес, Берни, Атфей, разве не имел он права воспользоваться этими печальными тенями, сплавить их воедино, чтобы создать волнующий образ своей героини? Кто бы вспомнил о них много лет спустя, если бы Бальзак не наделил их горестями Клару де Бусеан и не вложил бы в ее уста их признание? В доме Клару он плодотворно работал. Он приехал туда совсем разбитый, даровал жизни Луи-Ландеру. Он признавался Зюльме, что, подобно своему герою, временами боялся сойти с ума. «Если вы лишитесь разума, я буду за вами ухаживать», пылка ответила она. Бальзак никогда не забудет ни этих слов, ни ее взгляды. Он лихорадочно творит и чувствует, как в нем зреют замыслы новых произведений. Нарождается нечто колоссальное. Он пишет Лоре Сервиль. «За эти полгода я достиг огромных успехов в своем творчестве по всем направлениям». В минуту прозрения и откровенности он признает, что разорил мать. Но великий день великого счастья и славы вознаградит ее за все. Правда, он тут же прибавляет, «Милая мама, должен же я утешить тебя хоть немного, как утешаю и самого себя своими радужными мечтами». Однако для него эти мечты верны залог светлого будущего, и в минуты радостного возбуждения он не сомневается, что воплотит их в жизнь. В доме милых его сердцу супругов Карро он обрел душевный покой. Тут его окружало восхищение друзей, и что было для него таким ценным восхищение незнакомых. Какой-то студент, живший в Ангуляме, услышав имя Бальзака, выронил от волнения бумаги книги, которые держал в руках. У парикмахера, где Бальзак стригся, женщины вырывали одна у другой пряди его волос. Он писал матери с обычной в их семье откровенностью, что вынужденная целомудрие тяготит его и лишает сна. Не по этой ли причине он начал внезапно, но весьма настойчиво ухаживать за своей старинной приятельницей Зюльмой, добиваясь близости с нею. Какое искушение для этой превосходной женщины! Она любила Онере, любила в полном смысле этого слова, а майор Каро, который был на 15 лет старше ее, быстро старел. Вы, женщина страстная, убеждал Онера Зюльму, опротивитесь зову страсти. Он сулил открытие неведомое райское блаженство. То был испытанный прием всех обольстителей, но Зюльма устояла. Она хорошо понимала, что его влечет к ней лишь мимолетные желания, потому что вам нужна была любая женщина, потому что длительное воздержание делало для вас желанной всякую особу женского пола. Я слишком горда, чтобы вступить такого рода желанию. Между путешествие в Савойю стало наконец возможным. Неповторимой госпоже Бальзак удалось получить у славной госпожи Делануа долгосрочную суду в размере 10 тысяч франков. Это позволяло облаготворить наиболее настойчивых кредиторов и уплатить за место в дилижансе. Госпожа Делануа Бальзаку 27 июля 1832 года Я люблю ваш талант, да и вас самого, и не хочу, чтобы на пути вашего таланта возникали преграды, а вам приходилось страдать, в то время как в моих силах сделать так, чтобы этого не происходило. На помощь мне пришел счастливый случай. Мне возвратили крупную сумму денег, которые я еще не поместила в бумаге. Пусть деньги эти пойдут на уплату ваших долгов и дадут вам возможность совершить путешествие, как вам того хотелось. Мне оно представляется вполне своевременным. Таким образом, две пожилые дамы любезно вступили в сговор, чтобы толкнуть оноре в объятие Анриэте до костри. Из Ангулема он послал ей отрывок из Луи Ламбера. Любовное письмо к Полине де Вильнуа. Все соединилось, чтобы вызвать во мне страстные желания, чтобы побудить меня просить о первых милостях, в которых женщина всегда отказывает, несомненно, лишь для того, чтобы заставить возлюбленного похитить их у нее. «Но нет, ты драгоценная душа моей жизни, ты никогда не будешь знать заранее, сколько ты можешь дать моей любви, и все же будешь давать, быть может, не желая этого. Ты правдива, поэтому слушайся только своего сердца. Ты почувствовала эту небесную поэзию. Ты, объединявшая столько разнообразных чувств, и так часто обращала взоры к небу, чтобы мне не отвечать. Ты гордая и смеющаяся скромная и деспотичная, целиком отдающаяся душой, мыслью, но ускользающая от самой робкой ласки». Так было в прошлом, когда она нежно противилась его страстным порывам, но он был уверен, что в Эксе все будет по-другому, и его ждет счастье. Перед самым отъездом обнаружилось, что ему не хватает наличных денег. Он взял в долг у майора Карро 150 франков. В письме он просил госпожу Бальзаку платить за него этот долг и прислать ему в Лион еще 300 франков. В Ангулеме он написал новеллы «Гренадьера» за одну ночь и «Покинутая женщина». Его гений по-прежнему напоминал уверенные мощные течения реки. Мы уже говорили, что начиная с 1830 года Бальзак в промежутке между двумя большими и серьезными произведениями как бы дает себе передышку, сочиняя озорные рассказы. Игривые и забавные миниатюры в манере Рабле и других писателей Турени, написанные старинным языком. Бальзак продолжает эту литературную забаву в 1831 и в 1832 годах. Выбранный им заголовок ясно говорил об авторских намерениях. «Сто озорных рассказов, собранных в аббатствах Турени и выпущенных в свет Мессиром да Бальзаком для развлечения одних только пантагрюэлистов». Примечание «Сто озорных рассказов задумано Бальзаком в начале 30-х годов. Им было написано всего 1833 рассказа. Они выходили десятками. Первый десяток в 1832 году, второй десяток в 1833 году, третий десяток в 1837 году». Почему он с таким упорством продолжал сочинять эти стилизованные рассказы, требовавшие огромного труда? Отчасти потому, что отец воспитал в нем восхищение гением раблей, Бальзак сам ощущал себя пантагриэлистом. Но главным образом потому, что ему хотелось выразить протест против бесчеловечной печали романтизма, слова нелепого и воскресить гальскую живость и веселость, которая не помешала появлению ни мыслей Паскаля, ни духа законов Монтескье. «Смех необходим Франции», писал Бальзак 20 февраля 1830 года, статья, опубликованной в МОД, и публика жаждет выйти из катакомб, куда ее уводят, нагромождая один труп на другой, художники, поэты и прозаики. Я полагаю, свой гражданский долг в том, чтобы воспротивиться этому тортювству. Более того, речь шла о гражданском долге француза, неприемлющего британская Кент, лицемерие и немецкую тягу к фантастическому. Могут возразить, что Сан-Бальзак отдал богатую дань кладбищенской теме, и что его любовные романы в общем не оскорбляли стыгливости. Но он хочет быть человеком всесторонним и, по примеру, рабле, отвести место плоти, воскресить великую литературу XVI века, блиставшую талантами, не скованную никакими условностями и отличающуюся богатым языком, ибо в те времена все слова считались пристойными. Когда Онере было двадцать лет, госпожа Бальзак сетовала на то, что рабле и стерн будто бы приносят ему вред. Сам он, напротив, полагает, что, сделавшись рабле XIX столетия, он только упрочит свою славу. Тем не менее, Бальзак считал, что его пантагриализм не должен оказывать влияние на создаваемые им романы. Сто озорных рассказов это дань моему преклонению перед рабле. Приап имеет право на памятник, но Бальзак прячет этот монумент в глубине сада. Примечание. Бальзак намеревался представить свой роман сельский врач 1837 год на получение премии Монтиона и на эти деньги воздвигнуть рабле памятник с надписью «Рабле моему учителю Понареда Бальзак». Этот замысел остался неосуществленным. Приап в античной мифологии бог садов и полей, бог плодородия. Ему поклонялись так же, как богу сладострасти и чувственных наслаждений. Он заимствовал сюжеты для своих рассказов из произведений старинных писателей, но пересказывает он их на свой лад, кроме того, в них то и дело встречается описание утонченных любовных утех, что было совершенно чуждо рабле. Тысячи разных повадок в любовных делах, сладостная конитель, милые шуточки, прибауточки, расспросы, допросы, колдовство первых ласк, тонкие охапки хвороста, которые подбрасывает в огонь, дабы он сильнее разгорелся, охватывая благоуханные ветки, подобранные прутик за прутиком в вертограде любви. Пустячки, безделки, милый лепет, нежности и веселые забавы, лакомства, которые с такой жадностью съедает вдвоем, облизываясь покошачья от удовольствия, словом, всякие затеи и ухищрения, которые распутники знают, а влюбленные изобретают, и которые для дам дороже спасения души, ибо в природе женщины так много кошачьего. Бальзак, озорные рассказы. Тут сквозь словесную оболочку Робле проступает изощренный любовник Лоры де Берни. Что думала Лора о первом десятке озерных рассказов? Мы не знаем. Но Зельма Каро, и это весьма удивительно, писала, что они необычайно остроумны и переживут все. Что касается герцога Фитц Джеймса, человека просвещенного и эпикурейца, то его похвалам не было конца. Предвещая Бальзаку яростные нападки со стороны ханжей и академиков, этот вельможа от души забавлялся озорными рассказами. Жорж Санд принадлежал к числу тех женщин, которые враждебно встретили это произведение Бальзака. Когда он захотел против моего желания прочесть мне отрывки, вспоминает она в истории своей жизни, я чуть было не швырнула книгу ему в лицо. Помнится, я назвала его толстым бесстыдником. Он ответил, что я ханжа. Вышел и крикнул же с лестницы, вы просто дура. Тем не менее, мы остались лучшими друзьями, ибо Бальзак действительно простодушен и добр. Зато в салоне Дельфины де Жерарден просто смаковали эти пряные лакомства. Фонтане пишет в своем дневнике 12 января 1832 года. Бальзак с удивительным, просто невероятным опломбом рассказывал нам свои фантастические и озорные рассказы. И они немало позабавили присутствующих дам. Дельфина помогала ему, предлагая новые сюжеты. А мы, мы слушали и восхищались. Что за чудесный спектакль. Первый десяток озорных рассказов был выпущен в свет книгоиздателем Госленом в апреле 1832 года. Критика, как это часто бывало, выказала враждебность к Бальзаку. Ревю де Демонт Забавны ли озорные рассказы? Говоря по правде, нет. Они непристойны, но даже не исполнены сладострасти. Ревю де Пари. Господин Шарль Гослен сравнивает автора с ребенком, который предстает перед вами голеньким во всей своей невинности. Мы ответим господину Шарлю Гослену, что в литературе дети в возрасте господина де Бальзака давно уже ходят в панталонах. Весьма досадно, что этого не соблюдают в книгоиздательствах. Один только Барбе Дорвильи пришел в восторг от наивности и добродушия рассказчика. Я не сомневаюсь, что историки литературы, которые в один прекрасный день будут изучать творчество Бальзака с той серьезностью и уважением, каких достоин этот великий ум, признают справедливость тех соображений, которые я ныне высказал только в самой общей форме, и не опровергнут меня. Конетабль французской словесности доказал, что он был достоин судить о Рабле девятнадцатого века. Но, говоря по правде, озорные рассказы, потребовавшие от автора огромного труда и мастерства, мало что прибавили к славе Бальзак. Как и у его учителя Рабле, мы ценим у Бальзака прежде всего мысль, а не игривую шутку. Но, быть может, его кратковременные увлечения игривыми озорными рассказами были полезным символом для мысли. Златокудрая красавица Бьяншон Любит, потому что любит. Растиньяк Но вот я я люблю по совершенно иным мотивам Бальзак. Бальзак отправился в Экс в самом лучезарном настроении. Наконец-то герцогиня Декастри, его первая знатная дама, будет ему принадлежать. Можно ли в этом сомневаться? Ведь она сама пригласила онора и требовала соблюдения инкогнито. Все вечера они будут проводить вдвоем. Днем он станет работать, он полон до краев различными планами, написать битву, внести исправление в текст Шуанов и Луи Ламбера, сочинять новеллы для журнала Ревю Де Пари, с которым он заключил договор, гарантировавший ему 500 франков в месяц. В Лимужи он задержался на несколько часов в ожидании следующего дилежанса. Там он повидал сестру Зюльмы Люсиль Неве, уроженную Туранжен. Ее муж, у которого была торговля фарфором, обещал в скором времени прислать ему на улицу Кассини столовый сервиз. Бальзаку захотелось осмотреть город. Юный Ремини Ве, сын Люсиль, показал ему площадь Арбр, улицу Монтан-Манинь, он сопровождал писателя из Сен-Марсиаля в Клюзо. Бальзак записал все эти названия и внимательно осмотрел старинные кварталы. По дороге из Лимужи в Лион с ним произошел несчастный случай. Чтобы беспрепятственно любоваться чудесными долинами, писатель устроился на империале Дильжанса. На остановке в городе Тьер, департамент Пиведедон, он уже поднялся на свое место и выпустил из рук кожаные поручни, за которые держится, взбираясь наверх. В эту минуту лошади тронули, и Бальзак упал. Правда, ему удалось вновь ухватиться за ремень, и он повис в воздухе, но при этом Анаре изо всех сил, а он весил 80 килограммов, ударился о подножку экипажа, и железо рассекло ему ногу до самой кости. Рана кровоточила, болела, а ехать от Лиможа до Леона надо было четыре дня. Кондукторы Дильжанса сочувствовали писателю, они устроили ему подобие ложа на империале. В дороге Рана закрылась, однако нога распухла, и он передвигался с трудом. Можно было опасаться заражения крови, но он решил добраться до Экса, а уж там лечиться. Это досадное происшествие не помешало Бальзаку наслаждаться путешествием. Он всегда любил живописные места, пейзажи Лимузена и Оверни привели его в восторг. В Эксе на самом деле на самом деле он еще даже не приступил к битве. Он правил покинутую женщину и старательно трудился над своим любимым детищем Луи Ламбером. После трех ванн, принятых в Эксе, нога Бальзака зажила, остался только струп. Комната стоила ему два франка в день, завтра в пятнадцать су. Андриэта до костри не разрешала ему платить за обед. Ну, матушка, придется тебе все же признать, что хоть я и поэт и мечтатель, но очень пережлив. Он ни с кем не виделся. Его единственным развлечением были вечерние часы у Маркизы, когда они оставались вдвоем. Она была необыкновенно внимательна к писателю, но ничего не позволяла, ему лишь изредка удавалось коснуться ее плеча или страстно пожать руку. Он выходил из себя. Бальзак Зюльмэкаро Начало сентября 1832 года Я нашел здесь и очень много, и необыкновенно мало. Много, потому что я пребываю в обществе любезной и очаровательной особы. Мало, потому что она никогда меня не полюбит. Зачем вы послали меня в Экс? Она принадлежит к числу самых изысканных женщин. Она даже превосходит госпожу Дебосеан, но не скрывает ли это очаровательное обращение к пустоту души? Гордая Зюльма ответила пылким письмом. Бедный Оноре Вы страдаете и мне не дано облегчить ваши муки. Она надеялась, что зрелище величественных гор, чудесных озер отвлечет Бальзака от владевших им тщеславных помыслов. Господи, это я недостойно и позволяю себе говорить в таком тоне с кумиром наших дней. Она видела, что он во власти предрассудков, но не потому, что такова его натура, ведь у него доброе и возвышенное сердце, а потому, что он жаждет одобрения одного единственного сословия. Только с этими людьми Вы считаетесь, по-вашему только тот достоин уважения, от кого исходит запах английского крема или португальской туалетной воды. Как может человек такого глубокого ума, написавший Луи Ламбера, видеть во всяком, кто одет в старомодные платья, ограниченный ум, во всяком работнике механическую куклу, в черно-рабочем с мозолистыми руками кандидата на скамье подсудимых? Он, Ре, я страдаю, мне хотелось в вас больше душевного величия. Зельма Каро огорчилась, узнав, что Бальзак снова возобновил деловые отношения с Пишо из журнала Ревю де Пари, Плутон, который в свое время оскорбил писателя, и теперь не упустит случай объявить с ехидной усмешкой «За деньги его всегда можно заполучить». Деньги? Да, все потому, что в светском обществе, где вы вращаетесь, считается дурным тоном ходить пешком. Как мне люб Рафаэль, живущий в мансарде, как он велик, и Полина права, что обожает его. Не заблуждайтесь, впоследствии она станет любить не столько его, сколько воспоминания о нем. Она любит разбогатевшего Рафаэля за то добро, которое сама делала ему, когда он еще был беден. Сделавшись миллионером, он стал ничтожеством. Измеряли ли вы шагренивую кожу с той поры, когда полностью переделали свое жилище, с той поры, когда начали возвращаться в два часа ночи с улицы Бак в новехоньком кабриолете. Примечание «На улице Бак» жила маркиза де Костри. «Почему я послала вас в Экс Оноре? Да потому что только там вы могли обрести то, к чему стремились. Я позволила вам ехать в Экс, потому что у нас нет теперь ни одной общей мысли, потому что я презираю то, что вы боготворите, потому что сама я из народа, народа облагороженного цивилизацией, но я по-прежнему сочувствую каждому, кто страдает от угнетения, потому что я ненавижу всякую власть, ибо до сих пор я ни разу не встретила власти справедливой. Вы находитесь в Эксе, потому что вас хочет купить некая партия, и в уплату вам предназначают не деньги, а женщину. Так вот, я, хромая, невидная собой дурнушка, никогда бы не согласилась видеть у своих ног мужчину, которого надеются завлечь таким способом. Вы находитесь в Эксе потому, что изменили самому себе, потому что отказываетесь от истинной славы ради мелкого тщеславия, потому что никогда моя душа не сольется с душой человека, который радуется, обгоняя гуляющих в Булонском лесу, и первым приезжает в своем кабриолете на площадь Людовика XV. И столь суетные удовольствия вы предпочитаете всему остальному. Я высказываю вам весьма жестокие истины, дорогой оноре, но уверенно, что вы меня поймете, ибо я питаю к вам такую искреннюю и глубокую привязанность, что, когда понадобится, я на деле докажу ее, и тем искуплю свою нынешнюю резкость. Придет час, и герцогини вас покинут, а я я всегда буду рядом, и моя верная дружба послужит вам утешением. Быть может, в глубине души эта добродетельная супруга испытывала сожаление, что отвергла ласки человека, которого любила. Если бы она высказывала все эти жестокие истины ему в глаза, дрожь в голосе выдала бы ее. В конце письма великодушная женщина предсказывала Оноре, что он еще будет счастлив в Дексе. Не могло же это произойти в первый день, ведь вы вместе обедаете и живете бок о бок, тщеславие и жажда удовольствия соединяют вас, и вы получите то, чего жаждете. К тому же, поверьте мне, ваша партия слишком заинтересована окончательно завоевать вас, и ни за что не согласится, чтобы вы отдали свое сердце женщине низкого происхождения. Несмотря на всю интуицию любящей женщины и друга, Зюльма Коро ошибалась, и амурные дела Бальзака не продвинулись. В маркизе до костри природа даровала необходимые качества для роли кокетки, в ясмелых выразительных взорах, в ласкающем голосе, в обаятельной беседе таились, как зародыши, все любовные наслаждения. В герцогине угадывалась обольстительная куртизанка. Казалось, что, освободившись от корсета, она должна была стать самой очаровательной из любовниц, но, увы, корсет она не снимала. Того, кто не может утолить свои желания, как бы отравляет изнутри яд. Чарующие вечера, которые ничем не завершались, приводили Бальзака в ярость. Когда он пытался обнять маркизу, она сердилась, изображала испуг и прогоняла своего платонического любовника с кушетки, как только соседство с ним становилось опасным. У нее не было недостатка в доводах. Религия, память о большой любви, которой она хотела сохранить верность, физическая слабость и недомогание, постоянно мучившие ее после падения с лошади. Во всем этом, несомненно, была частица истины. Госпожа до костри была женщина больная, с поврежденной поясницей, давно умершая для любви. Правда, религиозные соображения не помешали ей в свое время стать возлюбленной юного князя фон Меттерниха. Но воспоминания о прелестном Виктории отдаляли ее теперь от Бальзака. Слава писателя ей льстила, его ум увлекал, а остроумие забавляло. Она восхищалась им и даже была по-своему к нему привязана, но не испытывала ни малейшего желания стать любовницей этого дурно воспитанного толстяка, подлинная внутренняя красота которого от нее ускользала. Вот почему она дарила ему только те милости, какие позволял иезуитский устав, по которому жило светское общество, где в любви допускалось все, кроме того, что о ней свидетельствовало. Тем не менее, он не терял надежды. Со свойственной ему сентиментальностью он попросил у нее разрешение называть ее именем, какое сам для нее выбрал. Это снова было имя Мари. Она согласилась. «Ну как это о чем-нибудь говорит?» спрашивал он у матери. Анриетта де Костри собиралась совершить путешествие по Швейцарии и Италии. Ее должен был сопровождать дядя, герцог Фитц-Джеймс, весьма благоволивший к Бальзаку. Она настаивала, чтобы ее верный кавалер Онере также принял участие в поездке. Счастливое предзнаменование Во время путешествия, конечно же, представится немало благоприятных случаев. Денежный вопрос его нетрудно разрешить. Госпожа Бальзак получит ежемесячную сумму в журнале Ревю де Пари. Озорные рассказы произведут фурор. Он уже рассчитывал даже на доходы от продажи битвы, которая существовала пока еще только в его голове. В эксе Бальзак познакомился с Джеймсом Ротшильдом. Он неизменно называл его Ростшильд. И тот, конечно же, снабдит его рекомендательным письмом к своему брату в Неаполе. Сколько нужно денег для поездки в Италию? Тысяча икю. Госпожа Бальзак получила распоряжение. Ей надо прислать сыну тысячи двести франков, дорожные сапоги, помаду и флакон португальской воды. Эта туалетная вода, по представлению Бальзака, была столь же неотразимым средством обольщения, как и перчатки лимонного цвета. Помимо того, он послал матери два куска фланели, которые носил на животе. Госпожа Бальзак должна была посоветоваться с ясновидящей, о причинах докучавших ему болей, при этом фланель не следовало вынимать из бумаги, чтобы не нанести ущерба токам. И в конце письма стояло, положив в пакет полдюжины желтых перчаток. Вместе со своими знатными друзьями он посетил монастырь Гранд-Шартрес. Там, рядом со своей Мари, он любовался величественными альпийскими пейзажами, бурным потоком, разрушенной мельницей. Госпожа де Косты казалось так же испытывала живейшее волнение. Для Бальзака это был торжественный день. В сельском враче он так описал это. Я посетил монастырь Гранд-Шартрес. Вродил под безмолвными древними сводами, слушал, как под аркадами, сбегая каплей за каплей, звенит источник. Я вошел в келью, чтобы постичь все свое ничтожество. На меня повеяло и я с умилением прочел надпись, начертанную на двери по обычаю, заведенному в обители. Тремя латинскими словами были изложены в ней заповеди той жизни, к которой я так стремился. Беги, скрывайся, молчи. Посещение монастыря произвело неизгладимое впечатление на Бальзака. Уже целый месяц он жил рядом с женщиной, которую страстно желал. Он страдал, чувствуя, что его не любят. Мирная тишина обители внезапно заставила его подумать о том, какие чувства обуревают человека, который покинул мир, разочаровавшись в любви, и уединился в монастырской келье. В голову ему пришла фраза талисман «Сердцам разбитым мрак и тишина». Замыслы осаждали его. Часто писатель точно при свете молнии провидит свою будущую книгу. Мгновенная вспышка вдруг освещает необозримые картины. Это великолепный взлет возбужденного ума, когда муки творчества исчезает, уступая место высшим радостям духа. Все еще только предстоит сделать, ибо замысел еще не исполнение. И все же мы понимаем, почему Бальзак написал матери «Я работал три дня и три ночи. Я сочинил целый том в восемнадцатую долю листа о заглавленной сельский врач». Разумеется, это не совсем так. Пока что существовал только план книги, но Бальзак во внезапном озарении угадывал ее контуры. Он и в самом деле думает, что роман его уже родился. Бальзак издателю «Маму» 30 сентября 1832 года «Удвойте внимание, мэтр «Мам, я давно уже охвачен, одержим, жаждой всенародной славы, а для этого надо добиться, чтобы твои книги, изданные небольшим форматом в восемнадцатую долю листа, расходились во многих тысячах экземпляров. Так распродаются «Атала», «Поли Виргиния», «Векфильдский священник», «Манон Леско», «Сказки Перро» и так далее и тому подобное. Книги эти невелики по объему, на это возмещаются многочисленными изданиями. Но надо, чтобы книга могла попасть в руки ко всем читателям, в руки юной девушки и ребенка, в руки старика и даже набожной женщины. А когда книгу узнают, это происходит рано или поздно и зависит от таланта автора и книгопродавца, она становится прибыльным делом. Примеры тому «Размышления» Ламартина, изданные в количестве 40 тысяч экземпляров, «Руины», «Вольная» и так далее. Я задумал свою книгу именно такой. Это будет книга, которую смогут прочесть и перевратницы и знатная дама. За образец я взял «Евангелие» и «Катехизис», две книги, на которые огромный спрос. Так я создавал свое произведение. Я перенес действие в деревню. Впрочем, вы прочтете книгу всю, целиком, случай для меня необыкновенный. При первом чтении письмо шокирует. Как автор испытал огромное святое волнение. Он собирается воплотить это в романе и тут же говорит о своей будущей книге как о прибыльном деле. Он характеризует «Евангелие» и «Катехизис» как две книги, на которые огромный спрос. Могут сказать, Бальзак взял такой тон, чтобы внушить доверие деловому человеку, каким был мам. Но нет, мысль эта, видимо, близка самому писателю. Он пишет матери, что книга окупит его путешествие в Италию. Вдумавшись глубже, мы понимаем, что настоятельная потребность в деньгах может стать прозаической причиной, вызвавшей появление шедевра. А почему бы и нет? Различные элементы соседствуют в уме писателя. Нужен высокий накал, чтобы образовался сплав, крайняя необходимость рождает необходимый эффект. Но какой роман, какая интрига помогут ему изобразить те сильные чувства, которые он испытал? Мы уже знаем, что Бальзак задумал написать короткую назидательную книгу. «Человек, раненый в самое сердце удаляется от света во мрак и тишину. Он делает полезным свое затворничество, принося от цивилизации в затерянный в горах край. То был замысел одновременно простой и возвышенный. Он напоминал огромные фрески геты. Ища образцов, Бальзак прежде всего вспомнил о романе Оливера Голдсмита «Векфильдский священник» и вначале хотел сделать своего героя священником. Однако для того, чтобы создать живой образ сельского священника, ему не хватало знания внутреннего мира служителя церкви. Уж лучше он поставит в центре своей книги врача. Возможно, он пришел к такой мысли, потому что во время посещения монастыря Гран-Шартрес он видел селение Вореп, преобразованное трудами доктора Рома. Или потому, что некогда в Лиль-Адане Бальзак познакомился с Велеллафе, с благодетелем того края доктором Босьоном. А может, все дело было в том, что он читал и печатал в своей типографии рассказы о пастыре Оберлене, философе и филантропе. Нам трудно остановиться на одной из этих гипотез, ибо в каждой из них скрывается доля истины. Для того, чтобы вылепить образ доктора Бен-Аси, Бальзак безотчетно сплавлял воедино воспоминания юности, недавние впечатления, встречи, книги. Наступит день, и Бен-Аси, возникший как некий сплав всех этих призраков и обогащенный идеями своего создателя, заживет собственной жизнью. Он будет тем, кем был бы сам Бальзак, если бы вместо того, чтобы творить воображаемый мир, он стал преобразовывать мир действительный. «Писатели никогда ничего не выдумывают», охотно повторял Бальзак. «Это верно, но следовало бы прибавить, писатели никогда ничего не копируют». На втором плане Бальзак выведет в книге великолепные фигуры солдат империи. Наполеон все еще остается народным героем. Его имя поможет увеличению спроса на небольшую книгу в 200 страниц. Совеседником Бен-Аси, человеком, который поможет нам узнать о том, что сделал доктор для этого горного края, станет майор Женеста, отчасти, но только отчасти образцом для него послужил приятель супругов Коро Перриолла. Старые ворчины, участники великих походов, которые ушли в отставку и живут теперь в горных деревушках, будут говорить о своем императоре. Бальзак, благодаря своим друзьям из Сен-Сира, знал множество военных историй. А кто больше, чем он восхищался Наполеоном? Однако, когда писатель 10 октября покинул Экс, сельский врач все еще оставался замыслом, а битва лишь смутным видением. Прежде чем отправиться в путешествие, Бальзак решил оправдать себя в глазах Зюльмы Коро. Он просил ей суровое письмо. Вы были несправедливы. Это я-то продался партии ради женщины? Человек, ведущий целомудренную жизнь на протяжении целого года? Я поделился с вами игрой своего воображения, а вы превратили меня в какое-то чудовище. Для меня красивая обстановка удовольствия, потребность, в такой же мере насущная, как свежее белье и ванна. Я завоевал себе право жить среди шелков, ибо, если потребуется, я завтра же без сожаления, без вздоха возвращусь в мансарду художника, в мансарду с голыми стенами, но никогда не совершу постыдного поступка, никогда никому не продамся. О, зачем вы клевещите на человека, который любит вас и в трудные минуты с гордостью вспоминает о вашей дружбе? Великие труды значит и великие излишества, куда как просто. Он убеждал Зельму, что ее опасения напрасны, и в тот день, когда его партия придет к власти, он бальзак, по-прежнему будет придерживаться либеральных взглядов. Ограничение всех привилегий знати палата и перов, освобождение церкви от власти Рима, естественные географические границы Франции, полное уравнение в правах среднего класса, признание действительных преимуществ, сокращение расходов, увеличение доходов казны путем улучшения налоговой системы, всеобщее образование, вот главные принципы моей политики, которым я останусь уверен. Дела мои не будут расходиться со словами. Но он просил свою приятельницу сохранить эту программу в тайне, чтобы не навлечь на него ненависть его партии. Зачем в таком случае вступил он в союз с этими людьми? Дело в том, что без его поддержки его не выберут. Герцог Фитц-Джеймс поможет ему попасть в палату депутатов. Сельский врач завоюет ему новых друзей. Это полезное произведение, оно достойно премии Монтиона. Примечание. Премия Монтиона, литературная премия, учрежденная на деньги французского дельца Монтиона, разбогатевшего во время империи, присуждалась за произведение высокой морали. Что еще? Пусть Зельма не воображает, что он пленник Маркизы Де Костри. Я говорю себе, что такой человек, как я, не должен жить, цепляясь за бабью юбку. Мне надлежит свободно следовать своей судьбе и не ограничивать свой горизонт лицезрением женского корсажа. Бальзак Матери 23 сентября 1832 года Я все хорошо подсчитал. Этих денег мне хватит до Рима. Мы отправимся вчетвером в экипаже госпожи Де Костри. Все расходы на поездку из Женевы в Рим, включая стоимость провизии, лошадей, гостиниц, составят тысячу франков. На мою долю придется 250 франков. Я совершу чудесное путешествие в обществе герцога, который поотечески относится ко мне. Сюда я буду принят в высшем обществе. Второй такой случай мне больше не представится. Герцог уже бывал в Италии, он хорошо знает страну, и поэтому я буду избавлен от ненужной потери времени. Кроме того, его имя откроет передо мной все двери. Герцогиня и он очень добры ко мне. Добры к нему? Герцог-то возможно, но вот маркиза по-прежнему каждый вечер выпроваживает бальзак. Отлично видя, как страстно он ее желает, она весьма неохотно позволяла онере некоторые вольности, приводившие его в вступление, но упорно отказывала ему в высших милостях. С этой великосветской Селеменой видимо следовало вести себя дерзко, подобно записным сердцеедам, которые не вымаливают у женщины благосклонности, а сами добиваются ее. Примечание Селемена персонаж комедии Мольера Мизантроп 1666 год Великосветская кокетка Тысячи мыслей, владевшие Бальзаком, сводились к одной «Хочу вами обладать». В Женеве он оказался вместе с нею в гостинице Корона и был уверен, что Маркиза наконец-то будет принадлежать ему. Увы, возвратившись после осмотра виллы Деодати, где некогда жил Байрон, она, подарив поклоннику поцелуй, наполнивший его обманчивой надеждой, след за тем объявила, что никогда не станет его любовницей. Он направился в город, глотая слезы, он страдал от того, что его желанием не суждено было сбыться, а еще больше из-за уязвленной гордости. К чему дольше упорствовать? Не признаваясь прямо в своем поражении, он написал Зюльме Коро «Господи, я снова во власти самых горестных переживаний. Приходится отказаться от путешествия в Италию. У меня столько неприятностей, что я даже не могу их вам пересказать». У нас есть доказательства, что соображения, которые Бальзак привел Зюльме, чтобы объяснить, почему он отказался от мысли о поездке в Италию, «Матушка не желает больше заниматься в Париже моими делами, были выдуманы, ибо он в то же время писал госпоже Бальзак, «Любезная матушка, будет гораздо разумнее, если я месяца на три возвращусь во Францию. Итак, я приеду, но не в Париж, о моем возвращении никто не будет знать, а в феврале я отправлюсь в Неаполь через Марсель пароходом». Между Бальзаком и маркизой до косты не произошло полного разрыва. Она продолжала ему писать, но она его больно унизила. Для своей книги «Сельский врач» он написал «Исповедь доктора Беноси», в которой тот объяснял свое затворничество желанием бежать от бессердечной женщины. «Тут вся моя история, ужасная история». Она повествует о человеке, который на протяжении нескольких месяцев наслаждался окружающей природой, яркими лучами солнца, необыкновенно живописным краем, и вдруг потерял зрение. Да, милостивый государь, несколько месяцев блаженства, а потом ничто. Зачем было превращать мою жизнь в сплошной праздник? Зачем было называть меня несколько дней своим любимым, если она намеревалась отобрать у меня этот титул единственных, к которому я стремился всей душой? Ведь она все скрепила своим поцелуем, этим сладостным и священным обетом воспоминания поцелуя не стираются вовек. Когда же она лгала? Когда опьяняла меня своим взором, шепча имя, которое я дал ей, полюбив, и которое она приняла, Мари? Или когда она односторонне порвала договор, налагавший обязательства на наши сердца, договор, в силу которого наши помыслы сливались, и мы становились как бы одним существом. Так или иначе, но она солгала. Вы спросите, как же именно произошла эта страшная катастрофа? Да самым обычным образом. Еще накануне я был для нее всем, а наутро ничем. Накануне голос ее был благозвучен и нежен, взор полон очарования, а наутро голос зазвучал сурово, взор стал холодным, манеры сухими. В одну ночь умерла женщина, та, которую я любил. Отчего это случилось, не знаю. Несколько часов я был во власти демона мщения, я был способен сделать ее предметом всеобщей ненависти, выставить на всеобщее обозрение, привязав к позорному столбу. Эта исповедь была написана в приступе ярости. Бальзак не включит ее в окончательный текст книги, но все же пригвозит коварную кокетку к позорному столбу и сделает он это в романе, который уже зарождается и шевелится в недрах его сознания. Писатель вознаграждает себя, как может, за несправедливость судьбы. Но куда ехать тем временем? В Париже полным-полно кредиторов. Зюльма предлагает своей доме дружеское сердце, он ждал этого. Какую признательность я испытывал, читая ваше доброе и нежное письмо, на которое я, впрочем, рассчитывал, как некогда рассчитывал Ла Фонтен на любезное приглашение госпожи Эрвар. Разумеется, он погостит в анголеме, но прежде, как раненая птица укроется в булыньере возле той, что всегда перевязывала и врачевала его раны возле белого ангела Лоры В этом поместье вблизи Немура его посетил издатель Луи Мам. Он рассчитывал получить от автора рукопись сельского врача. Бальзак мог показать ему только то, что имел название глав. Но если для писателя выносить замысел книги значило уже создать ее, то у издателя были на сей счет иные соображения, чтобы Бальзак мог целиком отдаться своему труду друг Зюльмы Каро молодой художник Огюст Борже страстный его почитатель чудесный самоотверженный юноша предложил взять на себя заботу о домашних делах великого писателя. Для этого он готов был поселиться на улице Кассини. Борже прибыл туда, чтобы сменить госпожу Бальзак. Вскоре он тоже был ошеломлен ураганом, который бушевал вокруг Оннере. Борже Бальзаку «Бури, говорите вы, с ужасающей быстротой одна за другой обрушиваются на вас. Меня удивляет только одно, мой друг, как это вы их не предвидели, ведь вы сделали решительно все для того, чтобы тучи нависли над вашей головой, а теперь дивитесь, что сверкают молнии и гремит гром». Было условлено, что Бальзак станет каждый месяц давать матери 150 франков, весьма скромный процент от суммы его долга. Она еще владела домом на улице Монтергей и не бедствовала, но нуждалась. В начале декабря Бальзак возвратился к себе на улицу Кассини, так и не побывав в Ангулеме. После долгого отсутствия он сильно стасковался по Парижу, а Жен-Сю писал ему развязным тоном, обычным для завсегдатаев инфернальной ложи. «Мой славный Бальзак, сейчас я отвечу на все ваши вопросы по порядку. Во-первых, о любви. Мне на содержание девица. Я, как уже вам говорил, забавляюсь тем, что бужу в ней ненависть и презрение к моей особе. Как видно, она сильно изголодалась, если, несмотря ни на что терпит меня. Одновременно у меня любовная связь со светской дамой, которая меня очень мало занимает и сама тоже платит мне полным равнодушием. Однако мы сохраняем эти отношения по привычке, ведь в конечном счете в наши годы все видишь в истинном свете без прикрас, и любовь уже не может быть высокой целью, источником радости или веры. утешение. Грязетки и содержанки его не манили. Женщина из общества сама не пойдет навстречу моим желаниям, а я работаю по восемнадцать часов, мне буквально не хватает суток, и у меня нет ни времени, ни охоты насиловать свою натуру и ломаться, изображая Дэнди перед какой-нибудь вздорной бабенкой. Брак принес бы мне покой, но где найти жену? Главным препятствием была его бедность, славы у Бальзака хватало, правда, с годами красивее он не стал, он сильно располнил, внушительный живот и слишком короткие ноги делали его сбоку похожим на пикового туза, и тем не менее Ламартин, встретивший Бальзака у супруга Жерарден, отметил, что стремительный полет мысли заставлял тут же забывать о малопривлекательной внешности этого земистого толстяка. Он ничем не походил на человека нашего времени, при виде его вам чудилось, будто вы попали в иную эпоху и очутились в обществе двух или трех снискавших себе бессмертие людей, группировавшихся вокруг Людовика XIV. Бальзак стоял перед мраморным камином, до родности он походил на Миробо, но его нельзя было назвать грузным, в нем было столько душевных сил, что казалось, будто он легко и весело несет свое тело, не как тяжкое бремя, а как почти невесомую оболочку. Необыкновенно выразительное лицо, от которого нельзя было отвести глаз, очаровывало, завораживало вас, но больше всего в этом лице поражал даже не ум, а подкупающая доброта. На его физиономии не может даже появиться чувство ненависти или чувство зависти, ему просто невозможно не быть добрым. Но то была неравнодушная беззаботная доброта, которая читалась на эпикурейском лике Ла Фонтена, то была доброта, любящая, умная доброта человека, знающего цену и себе, и другим. Именно таков и был Бальзак. К тому времени, когда мы усели за стол, я уже успел его полюбить. Женщина также могла бы его полюбить. Госпожа де Берни и Зюльма Каро это хорошо знали. Но Бальзак требовал от своей будущей невесты богатства, красоты, молодости, положения в обществе, а сам он мог предложить ей взамен, помимо гениальности, которая в глазах нотариусов мало чего стоила, лишь сто тысяч франков долга. Появление чужестранки Миф об Адамовом ребре гласит, была сотворена такая женщина, о какой мечтает в молодости всякий мужчина, и явилась она Адаму во сне. Бальзак Вот уже несколько месяцев он тешил себя необычайной, нелепой, но чудесной мечтою, среди множества писем, которые Бальзак получал от женщин, он обратил внимание на одно, она была отправлена из Одессы 28 февраля 1832 года и подписана «Чужестранка». Почерки слог выдавали женщину из общества, больше того аристократку. После восторженных похвал по адресу сцен частной жизни, корреспондентка упрекала Бальзака в том, что создавая шагренивую кожу, он позабыл как раз то, что принесло успех сценам, утонченность чувств. Буйная оргия, куртизанки, женщина без сердца все приводило в замешательство загадочную читательницу, и она решила послать автору письмо без подписи. Бальзак на всякий случай подтвердил получение этого анонимного послания через «Газет де Франс». Но его таинственная корреспондентка так никогда и не увидела этого номера газеты. 7 ноября чужестранка вновь прислала письмо. «Ваша душа прожила века, милостивый государь. Ваши философские взгляды кажутся плодом долгого и проверенного временем поиска. А между тем меня уверили, что вы еще молоды. Мне захотелось познакомиться с вами, но я полагаю, что в этом даже нет нужды. Душевный инстинкт помогает мне почувствовать вашу сущность. Я по-своему представляю вас себе. И если увижу вас, то тут же воскликну «Вот он!» Ваша внешность ничего не может сказать о вашем пламенном воображении. Надо, чтобы вы воодушевились, чтобы в вас вспыхнул священный огонь гения. Только тогда проявится ваша внутренняя суть, которую я так хорошо угадываю. Вы несравненный знаток человеческого сердца. Когда я читала ваше произведение, сердце мое трепетало, вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины, дар небес, божественная эманация. Меня восхищает вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила вам угадать душу женщины. Она и на сей раз не пожелала назвать себя. Для вас я чужестранка и останусь такой на всю жизнь. Но она обещала Бальзаку время от времени писать, чтобы напоминать о том, что в нем живет божественная искра. Она угадывала, что ее любимый автор обладает ангельской душой, которая могла бы понять пламенную душу, какой была наделена она. Живя за тысячу лье от него, она желала сделаться его совестью и открывать ему вечные истины. Несколько ваших слов, напечатанных в Котидьен, вселят в меня уверенность, что вы получили мое письмо, и что я могу и впредь безбоязненно вам писать. Подпишите О. Б. Примечание. В те времена Котидьен была единственной французской газетой, которую русская цензура не запрещала распространять. Все это и таинственность, и ангельские ноты, и возвышенный слог, как нельзя больше отвечало внутренней потребности Бальзака, и он, разумеется, не мог пренебречь подобным случаем. 9 декабря 1832 года в газете Котидьен было помещено короткое объявление. господин Д. Б. получил адресованное ему послание, он только сегодня может известить об этом при посредстве газеты и сожалеет, что не знает, куда направить ответ. После чего таинственная корреспондентка открыла свое инкогнито. Это была графиня Эвелина Ганская, урожденная Ржевусская, принадлежавшая к знатному польскому роду, тесно связанному с Россией. В 1819 году она вышла замуж за Венцеслава Ганского, предводителя дворянства на Волыни, который был на 22 года старше ее. Ее сестра Каролина, женщина необычайной красоты и тонкого ума, оставила своего первого мужа, 50-летнего Иеремию Сабанского, ради русского генерала Витта, с которым открыто жила на протяжении 15 лет. Эта официальная связь не мешала ей кокетничать с Мицкевичем и Пушкиным, которые благодаря ей сблизились между собой. Царь считал Каролину Сабанскую женщиной опасной и одинаково коварной, как в любви, так и в политике. Дамы из этого рода питали пристрастие к людям выдающимся, но Эвелина слыла более положительной, нежели ее сестра. Примечание Каролина Сабанской, урожденная Ржевузская 1795-1885 годы, была тайным агентом третьего отделения во время польского восстания 1830-1831 годов, посылала доносы Бенкендорфу. Сабанская была знакома с Мицкевичем и Пушкиным. Венцеслав Ганский владел на Украине поместьем Верховня. У него было 21 тысяча гектаров земли и 3035 душ крепостных. Примечание Верховня имения Ганских на Киевщине 60 километрах от Бердичева. В бывшем господском доме теперь помещается сельскохозяйственный техникум. Бережно сохраняются две музейные комнаты спальня и кабинет Бальзака. Для Бальзака в его новой победе было что-то от восточных сказок. Его гордость уязвленной неудачей с маркизой Де Кастри брала теперь реванш. Новая поклонница казалось сочетала в себе все. Молодость госпожа Ганской было 32 года но она говорила что ей 27 красоту в этом он не сомневался сказочное богатство и вдобавок у нее был старый муж из-за него необходимо было принимать некоторые меры предосторожности. Вскоре однако отыскалась и нужная сообщница швейцарка Анриетта Боррель которую в доме называли Лиреттой гувернантка Анны единственной дочери госпожи Ганской оставшейся в живых из пяти ее детей. Анриетта согласилась получать на свое имя письма которые знаменитый писатель посылал романтичной владелице поместья вкладывая их в двойной конверт. У романиста можно сказать сотня сердец на любой образец. Чужестранкой Бальзак был совсем иным чем например с Эженом Сюи Латур Мезре что это плутовство в чувствах вовсе нет пылкое сердце нетронутое воображение жажда чистой любви экзальтация которую он описывал все это составляло одной из сторон его натуры на земле писал он незнакомки живут несчастные изгнанники небес узнавая друг друга они проникаются взаимной любовью и она и он оба принадлежат к этому племени. В разгар битвы которую я веду в лихорадке тяжелого труда и моих бесконечных исканий в горниле этого всегда возбужденного Парижа где политика и литература поглощают у меня шестнадцать а то и восемнадцать часов сутки я человек глубоко несчастный и ничуть не похожий на тот образ писателя который все себе рисуют переживал чудесные часы которыми обязан вам и вот чтобы отблагодарить вас я посвятил вам четвертый тон сцен частной жизни и поместил оттиск вашей печатки вверху над названием последний из сцен над которой работал в ту пору когда получил ваше первое письмо но одна особа которая близка мне как мать чьим капризом и даже к ревности я обязан относиться с уважением потребовала чтобы это немое свидетельство моих тайных чувств было снято я чистосердечно рассказываю вам историю этого посвящения и того почему оно было уничтожено ибо полагаю что вы обладаете возвышенной душою и сами не захотели бы чтобы выражая вам свою признательность я причинил горе особи столь же благородной и почитаемой мною как та что даровала мне жизнь ибо особо это помогло мне удержаться на поверхности горестного и бурного житейского моря волны которого грозили меня поглотить еще совсем молодым упомянутая особа была разумеется Лора трогательную картину своего почти сыновного отношения к ней Бальзак нарисовал в общем правдиво узы вечные и узы распавшиеся гораздо меньше соответствовала действительности нарисованная им картина одинокой жизни и опасности грозивших ему в связи с политической борьбой оракул побежденной партии выразитель благородных и проникнутых верой идей я уже стал предметом сильной ненависти чем больше надежд возлагают одни на мой голос тем больше другие его страшатся изнемогая под гнетом непосильного труда и жестоких огорчений он по его словам нуждался в сочувствии женщины которую обожал бы и почитал владелица верховни вполне подходила для этой роли она уже поддалась была соблазну но затем ее овладела сомнение ибо она внезапно получила письмо написанное другим почерком и совсем другим слогом письмо было запечатано черным сургучом его написала зюльма каро которая была в ту пору в трауре бальзак иногда поручал ей отвечать на письма полученные им от незнакомых женщин бальзак госпожа ганской январь 1833 года вы страшитесь стать предметом шутки с чьей же стороны со стороны бедняги который вчера был и завтра еще окажется жертвой своей почти женской стыдливости и застенчивости своих верований вы требуете объяснить не схожесть почерков двух полученных от меня письмах вы полны недоверия но у меня столько разных почерков сколько дней в году однако при этом я самый постоянный человек на свете моя переменчивость лишь следствие фантазии я могу вообразить все что угодно и при этом останусь девственным объяснение объяснение было малоправдоподобное и Бальзак постарался поскорее переменить тему он заговорил о Луиламбере этот роман в тогдашнем его виде казался ему жалким недоноском и он решил переработать его в то время январь 1833 года он заканчивал выдержанный в евангельском духе труд который казался ему опоэтизированным подражанием Иисусу Христу речь шла о сельском враче за которым должна была последовать битва Бальзак не написал еще ни одной страницы битвы но в письме он весьма подробно говорил о ней привычание подражание Иисусу Христу анонимное произведение написанное на латыни содержащее религиозные наставления памятник средневековой христианской мистики надо чтобы сидя в кресле невозмутимый читатель видел перед своими глазами местность гористый рельеф скоплений людей стратегические маневры Дунай мосты надо чтобы он восхищался этим сражением в целом и отдельными его эпизодами чтобы он слышал грохот артиллерийских орудий чтобы его занимало передвижение войск точно на шахматной доске чтобы он видел все угадывал в каждом движении этого огромного войска волю Наполеона ведь я не выведу его на сцену в лучшем случае покажу как он вечером переправляется на судне через Дунай ни одного женского лица только пушки лошади две армии разноцветные мундиры на первой странице грохочет орудие оно умолкает на последней вы будете читать словно окутанные клубами дыма а закрыть книгу вы должны с таким чувством будто мысленным взором созерцали битву и вспоминаете о ней как очевидец какие глыбы ему предстояло ворочать и как нуждался этот бедняга этот гений в ободряющем голосе который приобщил бы его к жизни достойной мужчины позволив собирать цветы страсти на обочине дороги с юных лет он жаждал любви молодой красивой женщины он познал любовь но женщина увы не была молодой я еще не зная вас уже люблю это может показаться странным но таков естественный результат моей доселе пустой и несчастной жизни госпожа Ганская сразу же увлеклась этой игрой она расспрашивала о Бальзаке у путешественников возвращавшихся из Франции ей говорили будто он пьет я не пью ничего кроме кофе будто он бывает у таких порочных людей как Эжен-Сю Эжен-Сю добрый любезный молодой человек он только бравирует своей мнимой порочностью будто он ведет светскую жизнь да было время когда он засиживался после полуночи у друзей рассказывая им разные истории но отказался от этого чтобы не прослыть пустым забавником к тому же прибавлял Бальзак великое разочарование о котором говорит весь Париж неудачный роман с маркизой до костри вновь ввергло его в безмолвие уединение и упорный труд первые месяцы 1833 года Бальзаке вправду чудовищно много работал Луи Ламберр был опубликован 31 января и критика сразу же его разругала этого следовало ожидать для того чтобы абстрактные идеи захватили читателя они должны воплотиться в легенду или в рассказ а Луи Ламбер подобен сгустку мысли кристаллу неотшлифованному и не вставленному в оправу однако верная Зюльма Каро ставила эту книгу отбрасывая всякое дружеское пристрастие гораздо выше Фауста Геты все же в этом суждении дружеское пристрастие играло пожалуй гораздо большую роль чем думала госпожа Каро обязательства по невыполненным контрактам беспощадно напоминали о себе журнал Ревью де Пари настойчиво требовал от Бальзака новелл на которые редакция имела право ибо ежемесячно выплачивала ему гонорар писатель поспешно заканчивал первый эпизод из истории 13 замысел который уже давно зрел в его уме сюжет этого произведения был ему по душе во время империи нашлось в Париже 13 человек наделенных достаточно большой энергией чтобы сохранять верность общему замыслу достаточно честных чтобы друг друга не предавать бешеная энергия огромная сила воли тайные общества Бальзаку всегда нравились подобные темы неожиданных неожиданных